Всем привет. Я хочу поприветствовать вас со всего мира на этом особом мероприятии, которое мы проводим сегодня. Так что это уже вторые специальные мероприятия, второй крупный запуск, который мы проводим в этом году. Так что сообщество NextLot находится в самом разгаре. Так что сегодня мы собираемся анонсировать еще много-много интересных вещей. Я знаю, что многим из вас это интересно. Вы видели это в социальных сетях и хотите знать, что происходит, что мы собираемся запустить сегодня, о чем вы размышляете. И я могу вам обещать, что это действительно того стоит. Сегодня мы проводим совершенно особенный запуск нашего продукта. Конечно же, в мире тоже существует множество проблем, не так ли? Если вы знаете, там все еще продолжается пандемия, идет несколько войн, а также существует множество других проблем, особенно для IT-сообщества. Так что нам, IT-специалистам, занимающимся разработкой программного обеспечения, приходится сталкиваться со многими вещами, с которыми нам приходится сталкиваться. Например, до сих пор остается открытым важный вопрос о том, можем ли мы каким-то образом общаться и сотрудничать в частном порядке в области безопасности через интернет. Это, конечно же, важный вопрос, который обсуждается уже очень-очень давно. Можем ли мы использовать современные инструменты, не сообщая при этом нашим данным о том, что мы живем не в этом мире капитализма слежки? Так есть ли же какое-то решение для этого? Это одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся как разработчики программного обеспечения. Тогда, конечно же, возникает новая тема, связанная с искусственным интеллектом. Таким образом, искусственный интеллект набирает обороты, не так ли? И это, конечно же, очень мощная и интересная технология. Но существует ли этичный способ использовать ее в своих интересах? Существует ли какой-нибудь продуманный и ответственный способ использовать эту новую технологию без возникновения проблем? Таким образом, существует еще одна проблема, связанная с изменением климата. Очевидно, что компьютер распределил IT-пространство между всеми серверами, занимающими гигантскую площадь в два раза больше. Есть ли какой-нибудь способ взять ситуацию под контроль, чтобы свести это к минимуму? Это именно то, с чем нам действительно приходится сталкиваться как IT-индустрии. Так что я действительно считаю, что на нас лежит огромная ответственность. Мы, как сообщество разработчиков программного обеспечения, несем ответственность за достижение целей и соблюдение этических норм. Мы не можем просто создавать какое-либо программное обеспечение, мы хотим создавать хорошее программное обеспечение. И мы, компания NextLot, относимся к этому очень серьезно. Поэтому мы в основном собрали все цели и этические правила, которым мы следуем в этом видео, чтобы показать вам, что нас действительно волнует и что мы делаем. И я хочу воспроизвести это видео прямо сейчас для вас. Мы считаем, что неприкосновенность частной жизни является одним из основных прав человека, и каждый человек должен иметь доступ к защищенной связи, свободной отслежке. Мы создаем децентрализованные продукты в качестве альтернативы централизованным платформам. Люди могут выбирать, чего они хотят и где они этого хотят. Мы верим в открытый исходный код и открытые стандарты. Открытый исходный код – это единственный способ для пользователей доверять своим устройствам. Мы придаем большое значение устойчивому развитию, защите людей, общества и окружающей среды. Мы считаем, что доступность является одним из основных прав человека, и технологии должны быть доступны каждому. Для нас очень важно время наших пользователей. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы сделать NextClad простым в использовании. Мы поощряем разнообразие от инноваций до прозрачности и сотрудничества. Работа с нашими сообществами и поддержка маргинализированных людей приводит к лучшему результату. Поэтому я думаю, что это очень хорошо иллюстрирует цель и этику, которым мы следуем как компания NextClad, стремясь быть ответственным и этичным разработчиком программного обеспечения. А теперь давайте поговорим о компании NextClad. Очевидно, что NextClad это очень мощный инструмент, с помощью которого вы можете общаться и сотрудничать через интернет. И лично я очень-очень горжусь и очень счастлив, что он используется многими очень интересными и очень важными организациями, действительно, да, во множестве интересных и важных случаев использования. Во-первых, это организация международная амнистия. Они используют NextClad для защиты данных журналистов и активистов, а также в местах, где часто не очень хорошо и ведется слежка. И NextClad отличный инструмент, который может помочь в этом деле. Тогда совершенно очевидно, что NextClad также является отличным инструментом в сфере образования. Итак, вот вам пример с Арены Тире. Это организация, которая предоставляет услуги NextClad всем университетам Франции. Так что совершенно очевидно, что это очень масштабный и очень-очень важный проект, и мы действительно рады быть его частью. Тогда следующий пример — школы в Берлине. Школы в Берлине в данный момент находятся в процессе внедрения NextClad для каждого отдельного ученика, для каждого школы. Так что это тоже один из проектов, который реализуется в настоящее время. И я думаю, что это действительно здорово, что все эти люди имеют доступ к этому замечательному набору инструментов для совместной работы. Следующий пример — это реальный государственный сектор, правительственные организации, не так ли? Вот уже много-много лет мы поставляем следующее облачное решение для правительства Германии. Они действительно используют его для защиты своих данных. Ключевое слово здесь — цифровой суверенитет. Точно так же поступает и французское правительство, которое является нашим клиентом и крупным пользователем NextClad. Кроме того, шведское правительство находится в процессе внедрения этой технологии и по всей стране. А также, конечно же, Европейская комиссия, которая также активно использует NextClad. И да, как я уже сказал, речь здесь идет о цифровом суверенитете. Они действительно хотят держать свои данные под контролем и должны полностью соответствовать требованиям GDPR. Они похожи на системы с открытым исходным кодом. И именно поэтому они выбрали NextClad. И они действительно очень-очень рады, что мы участвуем в этой инициативе. Конечно же, NextClad также используется во многих местах, где у вас нет доступа к новейшим технологиям. Возможно, вы покупаете облачные сервисы в США или Китае, которые стоят дорого. И да, если вы живете там, на глобальном юге, вы также хотите иметь доступ к новейшим технологиям, вы хотите учиться, вы хотите научиться этому. Вы хотите построить что-то на вершине из-за этого. И именно поэтому мы очень рады, что во всех этих местах следующий год также будет очень и очень популярным. И, конечно же, он используется многими компаниями, которые используют его как для удаленной работы, так и для работы в домашнем офисе. Так что если вам кажется, что не все работают в одном офисе, если вы работаете распределенно, то NextClad – отличный инструмент для поддержания связи совместной работы. Для того, чтобы быть продуктивным, но не совсем без того, чтобы не сидеть с вами в одной комнате. И я также очень-очень горжусь и счастлив тем, что за это мы получили массу наград. Следующее облако действительно пользуется большой популярностью. Мы постоянно получаем награды, особенно гордимся премией «Инсайдер облачных вычислений», которую мы выигрываем в прошлом году уже третий год подряд. Эта награда присуждается путем голосования пользователей. Так что я действительно рад, что у нас так много пользователей, что многим людям действительно нравится NextClad. Еще одна вещь заключается в том, что мы также сотрудничаем со многими важными и приятными организациями. И мы просим некоторых из них дать нам отзыв, например, видеозапись, о том, что они думают о нашей работе, что они думают о NextClad. И на этот раз мы задаем этот вопрос троим из них. Есть еще компания Wikimedia, которая, конечно же, является организацией, управляющей Википедией. Это очень важно для нас. Есть компания Tень, очень интересная облачная компания из Франции. А также компания OffCloud, которая является одним из ведущих поставщиков облачных услуг в Европе. И да, прямо сейчас я хочу показать вам видео-отзывы от них. Здравствуйте, я Эрик, генеральный директор компании Shadow. В прошлом году мы запустили программу Shadow Drive. Система Shadow Drive основана на технологии NextClad, и мы очень рады продолжить это партнерство с этой компанией. Очень инновационно и разделяющей те же ценности, что и мы, для защиты данных наших клиентов, пользователей. С появлением этих новых релизов, мы очень рады продолжить это стратегическое партнерство, и желаем вам всего наилучшего в будущем. Я форелом вилл эссэнсэрен, проджектон сэр Вервантист. Программа с открытым исходным кодом. Прозрачная. Джейда Канес Сикна Дзен Артидж Сачен Здравствуйте, я Мишель Полин, генеральный директор компании VH Cloud Большое вам спасибо за то, что пригласили меня Мы так гордимся и так рады сотрудничать с компанией NextCloud На протяжении 20 лет компания OffCloud создавала открытое и надежное облако с некоторыми очень важными ценностями, основанными на доверии и защите данных, инновациях А также на партнерстве с теми субъектами, с которыми мы разделяем наши ценности Таким образом, в настоящее время у нас насчитывается 1,6 миллиона клиентов Благодаря нашей глобальной инфраструктуре, насчитывающей 34 центра обработки данных И мы очень гордимся тем, что у нас очень прочные партнерские отношения с NextCloud Мы разделяем одни и те же ценности и способны предлагать инновационные решения Так что еще раз благодарю вас, Фрэнк, и компанию NextCloud за приглашение Поздравляем вас с запуском этой новой версии приложения Hub 5 и желаем вам всего наилучшего Большое вам спасибо Спасибо вам за эти приятные слова А теперь давайте перейдем к той части, которой вы все ждете, к большому новому анонсу, большому новому релизу, который мы выпускаем сегодня И конечно же, это наша пятая версия NextCloud Hub Так что мы действительно рады, что сегодня запускаем пятую версию NextCloud Hub, которая также будет немедленно доступна в продаже И вот уже в первый раз мы действительно выбрали тему для обсуждения Так что в следующем пятом облачном хабе есть тема, охватывающая все те улучшения, которые мы сделали А вот это и есть цифровое рабочее пространство Идея цифрового рабочего пространства заключается в том, чтобы создать единое место, где объединяются все различные компоненты От чата до видеоконференций, электронной почты, управления проектами и файлов, обмен информацией и так далее Все они собираются вместе, и у вас есть только одно свободное место И это может быть пространство компании, футбольного клуба, семьи или просто нескольких друзей, на самом деле это не имеет значения И мы работаем вместе, общаемся вместе И все это в основном представлено в NextCloud, что делает эту концепцию очень и очень мощной В рамках концепции цифрового рабочего пространства мы разделили ее на пять основных улучшений Таким образом, теперь у нас будет пять, извините, десять различных улучшений, десять различных сегментов А что касается первого этапа, я хочу попросить Немешу выйти на сцену и рассказать нам об этом подробнее Подойдите сюда Итак, давайте поговорим о дизайне и первом крупном усовершенствовании для NextCloud Hub 5 Мы проводим много времени за нашими компьютерами Независимо от того, занимаемся ли мы работой или занимаемся личными делами, скорее всего мы сидим перед экраном Поэтому действительно важно, чтобы программное обеспечение, которое вы используете, работало на нас, не мешало нам, и мы чувствовали себя хорошо и знакомо И мы получали удовольствие во время использования это так Именно поэтому в прошлом году мы анонсировали программу NextCloud Personal При ее создании мы руководствовались четырьмя принципами проектирования Первый из них — это сосредоточенность на содержании Мы позаботимся о том, чтобы необходимая вам информация находилась в центре внимания, чтобы вы могли выполнить необходимую вам работу как можно скорее Во-вторых, это простота использования Программное обеспечение не должно мешать вам работать Мы верим в разумные значения по умолчанию и в то, что все должно выполняться автоматически, а не иметь миллиарды настроек и конфигураций Третье место — это отличная доступность Каждый должен иметь возможность пользоваться NextCloud Независимо от того, пользуетесь ли вы мышью, клавиатурой, программой чтения с экрана, есть ли у вас нарушение зрения или двигательные нарушения, вы сможете пользоваться NextCloud И, наконец, вы можете сделать это по своему усмотрению Для того, чтобы вы чувствовали себя как дома Очень важно, чтобы у нас была возможность настраивать и персонализировать наш опыт Именно поэтому мы запустили программу NextCloud Personal Интерфейс у нас очень чистый Ваши обои по-прежнему И все, что раньше было видно на панели мониторинга, теперь видно во всех ваших приложениях Так что по мере того, как вы меняете обои, они отражаются во всем вашем следующем облаке В этом выпуске мы также добавили несколько новых обоев, не отвлекающих внимания Эти обои выполнены в утонченном и сдержанном стиле, и они отлично смотрятся И если вам нужно что-то не очень занятое, то это для вас Но, конечно же, вы также можете загрузить свои собственные фоны Это очень просто и просто Все, что вам нужно сделать, это зайти в настройки, загрузить свои изображения и отправиться в путь И независимо от того, какой фон вы выберете, будь то ваш собственный или предоставленный NextCloud Цвет вашего экземпляра автоматически подстраивается под фон Это означает, что все выглядит гармонично и собрано воедино Мы думаем, что у нас есть отличный выбор фонов в NextCloud, но мы хотим расширить его Поэтому мы действительно рады анонсировать контекст обоев NextCloud В котором у вас есть шанс разместить свои обои на NextCloud Вы можете зайти в наш блог и ознакомиться с ним для получения более подробной информации Но, конечно же, это еще не все Мы также добавили расширенные возможности тематизации для людей, которые хотели бы разместить белую маркировку на своем NextCloud Это означает, что вы можете изменить свой фон, цвет, логотип, а также шрифты и то, как выглядят закругленные углы И это действительно полезно для поставщиков услуг NextCloud, которые хотели бы иметь какой-нибудь индивидуальный брендинг для своего экземпляра Как всегда, мы также работаем над обеспечением доступности, чтобы придерживаться самых строгих стандартов В этом выпуске мы полностью переработали дизайн приложения «Контакты» Так что независимо от того, работаете ли вы в организации или дома У вас есть масса коллег, друзей, членов семьи, чьи данные вы хотите отслеживать в адресной книге, а также в следующем слоте «Контактов» Вот и все решение этой проблемы Мы полностью изменили внешний вид сайта, удалив несколько колонок и показав все в одной красивой, аккуратной колонке Вы также можете переключаться между просмотром и редактированием ваших «Контактов» А также добавлять новую информацию о «Контакте» стало проще, чем когда-либо И одна из вещей, которая мне больше всего нравится в NextCloud Это совместная работа с сообществом над созданием чего-то нового А благодаря системе проектирования NextCloud теперь проще, чем когда-либо приступить к разработке дизайна NextCloud Или подумать о том, как могло бы выглядеть ваше новое приложение NextCloud Система проектирования NextCloud – это набор инструментов для проектирования Это набор компонентов, доступных в инструменте прототипирования и проектирования PEMPAD с открытым исходным кодом, который мы используем в NextCloud Он содержит множество компонентов, таких как вот текста, выпадающие списки, аватар, боковые панели, шаблоны для мобильных устройств и настольных компьютеров Цвета, типографика, значки и многое другое Это, наряду с рекомендациями по дизайну NextCloud, гарантирует, что у вас будут идеальные визуальные эффекты, которые вы сможете использовать для внесения вклада к дизайну NextCloud Чтобы узнать больше о том, как вы можете это сделать, перейдите в раздел Design.com of NextCloud Так вот, все эти улучшения были внесены именно в этот раздел Давайте посмотрим на это в милом маленьком видеоролике В этом видео я хочу немного показать вам нашу дизайнерскую работу над несколькими последними релизами В нашем предыдущем выпуске мы представили несколько новых простых и спокойных обоев Обои красиво просвечивают насквозь, и когда вы их выбираете, цвета в пользовательском интерфейсе адаптируются к обоям Новинка заключается в том, что для обоев, которые вы загрузили самостоятельно, мы также автоматически подбираем подходящую цветовую гамму Вы можете увидеть этот цвет подсветки в нашем интерфейсе, например, на значках в файлах В офисе NextCloud вы также можете увидеть его на значках меню Мы также произвели некоторые изменения в интерфейсе Например, информационное пространство над папками теперь по умолчанию скрыто Не волнуйтесь, эта замечательная функция по-прежнему сохраняется Просто нажмите на кнопку «Добавить описание», чтобы поместить несколько заметок над папкой В течение пяти лет мы работали над приложением «Контакты» Мы переставили контактную информацию в одну колонку, чтобы она была менее запутанной Как вы можете видеть, мы продолжаем совершенствовать наш дизайн Есть много других тонких улучшений, с которыми вы столкнетесь при использовании NextCloud Мы надеемся, что вам будет доставлять удовольствие пользоваться NextCloud каждый день Вот и все улучшения, с которыми вы столкнетесь Упс, так вот это были улучшения дизайна для NextCloud Hub 5 Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и предложений А что касается следующего улучшения, давайте пригласим на сцену ваших коллег Это просто потрясающе, это просто потрясающе Спасибо вам за ваши имена Таким образом, файлы NextCloud являются ядром NextCloud Hub Он позволяет вам получать доступ к вашим файлам и управлять ими с помощью мобильного устройства, настольного компьютера или браузера Он синхронизирует ваши файлы между вашими устройствами и позволяет легко обмениваться ими и совместно работать над ними с вашими коллегами В настоящее время NextCloud Files превратилась в передовую платформу для совместной работы с документами и обладает всеми ключевыми функциями, которые вы могли бы ожидать от такой платформы Например, в начале этого года мы внедрили расширенное управление версиями Теперь управление версиями в NextCloud стало очень умным С течением времени количество версий постепенно уменьшается, в зависимости от наличия у вас квоты на хранение Но, конечно же, вы всегда можете дать старым версиям имя, чтобы сделать их постоянными, конечно же, чтобы их было легко найти позже Еще одна ключевая функция NextCloud Files, конечно же, связана с шифрованием и безопасностью А теперь следующий слайд дает вам полный контроль над вашими данными, потому что вы размещаете их на своем собственном сервере Однако иногда файлы нуждаются в дополнительном уровне конфиденциальности Например, если вы работаете в университете Министерстве иностранных дел или занимаетесь приобретением торговых марок, вы будете знать, что не все данные равны между собой Так вот, для этих файлов у нас предусмотрено сквозное шифрование А теперь, используя сквозное шифрование, давайте подумаем о том, что в отделе кадров вы можете поделиться со своей командой конфиденциальными кадровыми досье А поскольку они полностью зашифрованы, это означает, что они доступны только клиенту А когда они находятся на сервере, они всегда полностью зашифрованы Даже у системного администратора нет возможности получить доступ к этим файлам Так вот, у нас все еще есть поддержка такой функции, как удаление файлов Чтобы внешние пользователи, скажем, кто-то, кто ищет работу в вашей организации, могли безопасно загружать свое резюме прямо в сквозную систему зашифрованная папка А затем это резюме передается в общий доступ всей команде И еще раз повторяю, никто за пределами команды не сможет получить доступ к этим файлам, даже помощники администратора Так что среди всех этих улучшений, как сказал Фрэнк, в пятом центре мы уделили особое внимание совместной работе в команде в цифровом рабочем пространстве Так что давайте немного подробнее поговорим о совместной работе и о том, как идут дела Сейчас, находясь в офисе, вы вместе с коллегами работаете над каким-то проектом Итак, что бы вы сделали, вы бы зашли в комнату и там работали над созданием компании, решением какой-то проблемы клиента, разработкой университетского курса Написанием краткого изложения политики, любыми проектами, которые вы пусть это соберет людей из разных подразделений организации в одной комнате Теперь в режиме онлайн у вас тоже есть такое цифровое рабочее пространство, и это, конечно же, компания Nexl Это центр управления Так вот, если у вас есть такой проект, вам нужно будет сначала собрать команду И поэтому в Nexclad руководитель проекта создаст круг, представляющий собой пользовательскую группу в нашем приложении контакты, а затем добавит несколько членов команды Теперь руководитель проекта может выбрать способ управления командой, который будет находиться непосредственно под его контролем Они единственные, кто может добавлять и удалять людей, но они также могут расширить круг, чтобы любой желающий мог присоединиться или пройти промежуточный этап утверждения Может даже делегировать некоторые об управлении членами команды другим сотрудникам команды, чтобы они могли, например, приглашать людей или одобрять заявки на вступление в команду Теперь, когда у вас есть команда, которой можно управлять, следующий шаг — создать пространство для совместной работы Итак, вы просите системного администратора указать папку группы, которая затем назначается кругу И таким образом ваша команда может сообща, коллективно управлять проделанной работой Теперь эти групповые папки появятся на боковой панели Таким образом, члены вашей команды смогут легко найти проект или несколько проектов, над которыми они работают И они могут легко сказать «Хорошо, вот мои проекты, вот файлы» Но также в верхней части папки у вас есть хороший вид, в котором вы, как руководитель проекта, можете разместить информацию, списки дел, даже изображения и, конечно же, ссылки на другие ресурсы На следующем слайде очень просто добавить такие ресурсы Вы можете, например, с помощью программы интеллектуального выбора очень легко вставить ссылку на нашу базу данных знаний В то же время следующий слайд также сам по себе автоматически объединяет различные ресурсы с помощью функции «Связанные ресурсы» Где вы можете, например, увидеть, что существует комната чата или доска объявлений проекта, доступ к которым предоставляется одной и той же группе людей и которые связаны между собой И после каждого из них вы можете вернуться к тем файлам, которые у вас есть вместе взятые Так вот, есть еще много улучшений, которые мы внедрили за последние месяцы и в этом выпуске Но есть одна вещь, на которой я хочу особо остановиться Потому что, опять же, речь идет о сотрудничестве Таким образом, настольный клиент позволяет вам синхронизировать файлы локально, потому что не все файлы можно редактировать в браузере Например, если у вас есть документы Photoshop, вам нужно поработать с ними локально на вашем рабочем столе в программе Photoshop Теперь настольные клиенты могут автоматически блокировать файлы при их открытии в программе Photoshop А когда вы закончите, сохраните их, программа снова разблокирует их Таким образом, таким образом, члены вашей команды не будут редактировать файл, пока вы занимаетесь созданием конфликта Это, конечно же, суперэффективный способ облегчить и сделать вашу совместную работу более плавной А теперь я хочу поговорить еще о двух заключительных улучшениях, прежде чем мы перейдем к следующей теме Первая из них касается работы с конфиденциальной и сверхкритической информацией Так вот, возможно, вам известно, что в Nextload есть функция пометки Это очень полезно, если вы хотите присвоить теги файлам, чтобы вам было гораздо легче их находить Но вы также можете сказать Эй, это внутренний проект, или это конфиденциальные файлы, критически важные для безопасности Так вот, теперь эти теги видны в окне просмотра файлов И как пользователь или администратор вы можете автоматизировать различные действия с этими тегами Это может быть очень просто сделать Вы можете сказать, эй, если у файла есть тег PDF, конвертируйте его в PDF-файл Или если файл был удален в определенную папку, отправьте сообщение об этом в одну из комнат чата Или добавьте определенный тег, или что-то еще Но как администратор, вы также можете использовать это для кодификации политик безопасности в вашей организации в файлах Nextload Таким образом, вы можете блокировать доступ к файлам на основе этих политик Вы можете сказать, хорошо, если файл называется внутренним проектом X, то люди, не входящие в команду проекта X, не смогут получить доступ к этим файлам Или же вы можете сказать, что доступ к файлам, доступ к которым осуществляется за пределами определенного диапазона IP-адресов, будет заблокирован Даже если люди делятся общедоступной ссылкой, люди могут подумать, хорошо, теперь она доступна для других людей, но вы как администратор ввели политику в Nextload Таким образом, доступ к файлам невозможен за пределами определенного временного интервала, за пределами диапазонов IP-адресов, за пределами географических зон Или опять же из-за прав собственности, тегов и других факторов Так что это очень хороший способ обеспечить сохранность файлов безопасности Так вот, конечно же, блокировка — это очень черно-белая вещь Она либо доступна, либо нет Но иногда вам необходимо предоставить документы для ознакомления внешней стороне Допустим, вы работаете над слиянием и поглощением компаний и хотите показать финансовые или юридические документы третьей стороне, но не хотите, чтобы они загружали эти файлы А теперь перейдем к следующему шагу У вас есть возможность поделиться файлами, но заблокировать их загрузку, и люди все равно смогут их увидеть Теперь, конечно же, вы не хотите, чтобы они делали скриншоты всего происходящего, поэтому тогда вы можете включить водяные знаки И это гарантирует, что хотя люди могут видеть документ, и вы даже можете предоставить им права на редактирование, они не смогут загружать документы или делать что-либо еще Легко делать скриншоты, а затем на водяных знаках, когда они будут делать скриншоты, будет видно, что они это сделали Так вот, конечно же, при ручном помечении файлов тегами в целях безопасности возникает проблема, которая заключается в том, что люди совершают ошибки И кто-то может забыть установить метку Теперь вы можете автоматизировать некоторые из этих действий Вы можете сказать Хорошо, люди из определенной группы, скажем, из финансового отдела, когда они загружают электронные таблицы Excel Давайте присвоим им пометку «безопасные» или «критические», потому что там, скорее всего, содержится финансовая информация Но эта система все равно не является водонепроницаемой, и могут возникнуть моменты, когда вам захочется установить теги в зависимости от содержимого файлов А теперь для этого у нас есть функция автоматической классификации файлов Так вот, она позволяет просматривать содержимое файлов и позволяет вам установить некоторые правила таким образом, чтобы, например, обнаруживалась информация о кредитной карте Или личная информация, банковские данные И затем в эти файлы автоматически включаются правильные теги, которые вы настроили Таким образом, все политики, которые вы установили в Nextcloud, будут автоматически применены к этим файлам Теперь эти теги также доступны на наших мобильных устройствах Вы можете ознакомиться с ними сами Они находятся в режиме просмотра файлов Конечно же, как пользователь, когда теги доступны для редактирования, их можно настроить Но если они доступны для редактирования, вы также можете добавлять теги и удалять их как пользователь А теперь последнее, о чем я хотел бы поговорить в отношении файлов, это об обновлении нашего антивирусного сканера Так вот, наш антивирусный сканер, очевидно, передает файлы Запустите средство проверки на вирусы, которое затем может сказать Хорошо, это проблемный файл Давайте поместим его в карантин или нет Так вот, теперь мы поддерживаем протокол КАП, и он используется большинством крупных вирусов На рынке появились сканирующие инструменты, а это значит, что Nexon несовместима с ними Но он также используется различными инструментами предотвращения потери данных И таким образом они также могут применять определенные политики в отношении файлов Так что это может быть очень полезно для защиты от потери данных Таким образом, все эти усовершенствования, вместе взятые, помогают сделать Nexon готовым к использованию в ситуациях, когда у вас даже есть официальные системы классификации безопасности Как, например, в Германии против NFDA Таким образом, ваша команда может работать сообща, не беспокоясь об утечке данных А теперь я хотел бы обратиться к Фабрису с просьбой выйти на сцену Да, спасибо вам, Йос Спасибо вам Так что сегодня я имею честь рассказать о выступлении в Nextcloud и об изменениях, которые мы вносим в пятый хаб Итак, во-первых, о выступлении в Nextcloud, которое мы все знаем и любим Он поддерживает общение в чате, звонки один на один, а также большие групповые звонки И, конечно же, вы можете проводить свои вебинары с помощью программы Nextcloud Talk У нас есть целый ряд функций в рамках программы Nextcloud Talk Мы поддерживаем опросы, предварительные просмотры, размытие фона, бесшумные звонки, групповые упоминания и многие, многие другие функции, которые вы привыкли ожидать от современного средства коммуникации Так что давайте проведем телефонный разговор с вашей командой Когда вы начинаете разговор, у вас появляются упоминания о группе Таким образом, вы обращаетесь только к тем людям, которых хотите видеть в этом разговоре, а не ко всей комнате чата в целом И пока вы печатаете текст, другие люди могут видеть, что будет дальше А затем вы будете готовы начать разговор В пятом разделе мы вводим пользовательские фоновые изображения Рядом с существующей функцией размытия фона, теперь вы можете выбрать свои собственные изображения Таким образом, в меню с тремя точками у вас есть возможность начать разговор беззвучно Таким образом, не у всех присутствующих в чате звонит телефон, и вы можете просто беззвучно дозвониться до них Так что теперь мы все участвуем в разговоре, и у вас есть возможность поделиться своими впечатлениями с помощью смайликов, которые будут появляться на экране разговора А теперь давайте предположим, что кто-то из вашей проектной команды не может присутствовать на совещании по проекту Поэтому кому-то необходимо проинструктировать этого отсутствующего члена проектной команды Итак, в нашем предыдущем выпуске Хаба мы внедрили запись телефонных звонков Вы можете начать и остановить запись в любое время во время разговора, и все участники будут уведомлены об этом, когда вы это сделаете После звонка вы получите уведомление о том, что запись доступна, и вы можете поделиться ею напрямую с отсутствующим членом команды или вашей командой Или вы можете сохранить его в FileX Cloud для дальнейшего использования Иногда проектные совещания требуют проведения масштабного мозгового штурма или целенаправленного обсуждения Сейчас в пятом центре мы поддерживаем секционные заседания, которые позволяют вам разделить свою проектную команду на более мелкие группы Секционные заседания — это такая мощная концепция, и это интересная функция не только для проектных совещаний, но и для семинаров, а также для подобных ситуаций в классе В нашем предыдущем выпуске мы представили программу SmartPaker С помощью программы SmartPaker вы можете легко обмениваться информацией по всему Хабу В этом примере мы поделимся заданием непосредственно с членом вашей команды в рамках беседы Кроме того, интеллектуальный инструмент выбора позволяет вам искать и вставлять заявки, а также объединять запросы с Github и GitLab Как вы знаете, во время видеозвонка в режиме Хаб вы можете редактировать свои документы Но теперь мы также очень упростили общение в чате во время редактирования и проведения этих видеозвонков Вы просто можете продолжать редактировать и делать это дальше Так что теперь давайте поговорим о разговоре в Nextcloud прямо на ходу Итак, программа Nextcloud Talk доступна на мобильных клиентах, таких как iOS и Android И эти приложения пользуются огромной популярностью К тому же они очень упрощают доступ к вашим файлам и общения во время путешествия И сегодня мы хотим объявить еще об одной захватывающей вещи, потому что сегодня мы выпускаем следующий выпуск CloudTalk для настольных компьютеров Мы поддерживаем Mac, мы поддерживаем Windows и, конечно же, мы поддерживаем Linux Настольные клиенты поддерживают все функции, которые мы знаем и любим из веб-версии Nextcloud Talk В настоящее время она находится в стадии бета-тестирования, и мы рекомендуем вам попробовать ее и рассказать нам, что вы об этом думаете Так что позвольте мне завершить это небольшим видеороликом, в котором вы можете увидеть выступление Nextcloud действия Пользователи Nextcloud поддерживают связь друг с другом посредством разговоров Вы можете использовать его для общения в чате, личных и групповых звонков, а также для проведения вебинаров и презентаций В нашем предыдущем выпуске мы внедрили запись звонков Как только запись будет завершена, вы получите уведомление Запись представляет собой файл, которым вы можете поделиться с другими участниками И если вы хотите, вы можете поделиться записью с другими участниками Вторая важная функция, которую мы внедрили, это комнаты для проведения секционных заседаний Вы можете позволить нам разделить комнату для вас, сделать это вручную или позволить людям выбирать самим Во время секционных заседаний вы можете обсуждать и проводить мозговые штурмы, в то время как модераторы могут перемещаться между комнатами В конце обсуждения модератор просто удаляет комнаты и все возвращаются в основную комнату Так что давайте обсудим результаты нашей секционной дискуссии Я хотела бы записать это заседание на пленку Теперь, когда я останавливаю запись или просто заканчиваю разговор, мне предоставляется доступ к записи В режиме разговора я получаю уведомление о том, что эта запись доступна мне Я могу одним щелчком мыши поделиться ею с другими пользователями в комнате, если захочу Но это еще не все Ранее мы продемонстрировали наш интеллектуальный инструмент выбора, позволяющий легко добавлять ссылку на локацию или задание из колоды Мы также использовали интеллектуальный инструмент выбора для общения, и он может делать все, что в его силах, в текстовом и коллективном виде Но вам может быть интересно, а где же мои GIF-файлы? Некоторые из вас предпочитают, чтобы они произносились как GIF-файлы, но у нас они есть в любом случае А теперь давайте более внимательно рассмотрим чат и звонки Теперь вы можете установить свой собственный аватар для группового чата Может быть просто эмодзи или изображения по вашему выбору Кстати, обратите внимание, что теперь вы можете видеть, как люди печатают текст и можете упоминать группы Разве это не мило? Кажется, нам кто-то звонит Давайте присоединимся Теперь мы также можем выбрать красивый фон, так что давайте будем на пляже во время этого звонка Теперь во время редактирования документов вам доступны средства управления средствами массовой информации На этом все и заканчивается Пятый этап – это еще один большой шаг вперед Nextcloud Talk обладает всеми основами мощного инструмента для общения в чате и видеоконференц-связи Начиная от секционных комнат и заканчивая передовыми функциями, такими как перевод на основе искусственного интеллекта Но все это происходит на вашем сервере Мы с нетерпением ждем возможности услышать ваши мысли по поводу пятого хаба и поговорить с вами Вот краткий обзор того, что нового появилось в программе Nextcloud Talk для этого выпуска Мы с нетерпением ждем ваших отзывов по поводу этого выпуска Включающего комнаты для обсуждения, записи звонков Интеллектуальный инструмент выбора и, конечно же, предстоящий настольный клиент В связи с этим я хотел бы попросить Кристину выступить в следующем разделе на сцене Итак, следующий пункт – текстовые сообщения и коллективные сообщения Независимо от того, делитесь ли вы заметками о встречах со своей командой, записываете ли какие-то идеи после мозгового штурма или вносите предложения во время группового чата Вам понадобится простой и удобный в использовании текстовый редактор, который позволит многим пользователям работать вместе Nextcloud Text предлагает встроенную функцию редактирования текста для совместной работы, которая позволяет очень легко делать заметки, например, во время разговора Она проста в использовании, а также оптимизирована для совместной работы команд Как видите, вы можете видеть, кто еще присутствует в документе и где они печатают в реальной жизни Текст в системе Nextcloud – это ядро системы Nextcloud Collectives, нашего инструмента управления знаниями Вы можете использовать систему Nextcloud Collectives для отслеживания и документирования внутренних процессов, предоставления документации вашим клиентам Сбора информации и совместной работы между командами внутри вашей организации или за ее пределами Так вот, самое лучшее в системе Nextcloud Collectives – это то, что она хранит ваше знание в открытом и легкодоступном формате уценки вместо какой-то проприетарный формат базы данных И это, конечно же, позволяет так легко обмениваться файлами в рамках вашей базы знаний А поскольку наша база знаний хранится не в базе данных, а в текстовом файле, доступ к которому легко доступен для общего доступа Наша функция шифрования веб-сайта сервера теперь защищает ваши коллективы А теперь давайте посмотрим, как это вписывается в ваш рабочий процесс Давайте предположим, что вы будете работать над долгосрочным проектом, который заключается в разработке и запуске нового продукта Для этого вам понадобится база знаний А теперь вот здесь, в недавнем выпуске нового члена команды, вы можете загрузить недавнюю фотографию команды в качестве вложения в коллективы в разделе «Справочники компаний» Вашему новому члену команды нужны некоторые рекомендации, чтобы найти расположение офиса компании И здесь вам очень пригодится умный динамик А еще он позволяет вставлять всевозможный контент, в том числе карты Так что все это происходит благодаря крутому проекту OpenStreetMap Как вы можете видеть, контент здесь очень интерактивный Таким образом, программа SmartPicker позволяет вам добавлять в вашу документацию всевозможные ресурсы, как внутренние, так и внешние Так что независимо от того, будете ли вы работать вместе со своей командой над планированием проекта публичной библиотеки или обучением студентов в течение года Коллективы NextCloud помогут вам собрать «Управляйте своими знаниями» А теперь позвольте мне показать вам все улучшения в действии в этом небольшом видеоролике NextCloud Text – это простой в использовании и эффективный редактор расширенного текста для NextCloud В этом выпуске мы покажем вам курсор других пользователей, которые редактируют документ вместе с вами Эта функция также доступна для коллективных пользователей Коллективы – это наше приложение для базы знаний, с помощью которого вы можете аккуратно упорядочивать документацию В коллективах теперь вам легче перемещать страницы по кругу даже в другой коллектив Мы также внедрили приятный диалог, который поможет вам создать новый коллектив В состав коллективов было добавлено несколько настроек Например, теперь вы можете настроить, должен ли быть включен режим редактирования по умолчанию или режим просмотра Мы также добавили возможность быстрого просмотра файлов, из которых составлен коллектив, в приложении Файлы И, конечно же, теперь из файлов вы можете вернуться к коллективам Есть много других более мелких улучшений, связанных с коллективами и текстом, но давайте поговорим о чем-то больше Это наш умный специалист по подбору персонала Просто введите косую черту, чтобы получить к нему доступ С помощью умного специалиста по подбору персонала вы можете легко вставлять любой контент в коллективы Например, найдите задание с помощью нашего инструмента планирования в стиле канбан – колоды палуба Оно отображается в виде красивого предварительного просмотра карты Конечно же, это работает и в текстовом формате Поддерживается множество типов ссылок, таких как карты, файлы и статьи базы знаний из самих коллективов Мы надеемся, что благодаря улучшениям, которые мы внесли в текст и коллективы, вы получите повышение производительности труда И вот здесь подводятся итоги всем улучшениям, внесенным в текст и коллективы А теперь перейдем к следующей части, я хотела бы пригласить Яна на сцену Спасибо вам большое Да, так что теперь мы поговорили о заметках и базах знаний внутри команды А теперь я хотел бы показать вам, что мы улучшаем для ведения личных заметок Я полагаю, что каждый из нас делает свои заметки Они очень важны для нас, будь то для планирования, ведения дневников или списков покупок, ведения журналов, планирования поездки или задач по работе Да, они очень универсальны, и мы пользуемся ими постоянно И мы используем их как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, где бы они у нас не находились И да, в этом, конечно же, есть одна проблема Да, Apple, Microsoft, Google и так далее имеют доступ ко всем нашим заметкам, ко всем нашим глубочайшим мыслям Ко всем наши рабочие, списки дел и так далее И да, это не совсем правильно Конечно же, мы это исправили Мы работали вместе с нашим замечательным сообществом над тем, чтобы сделать следующее приложение для заметок о слотах действительно отличным опытом Например, мобильные приложения для iOS и Android, разработанные нашим классным сообществом Теперь можно бесплатно скачать в магазинах Play Store и iOS App Store А также множество улучшений в веб-интерфейсе, включая, например, использование текстового приложения и текста Таким образом, вы можете, например, вставлять изображение в узлы или использовать форматированный текст, и да, действительно, действительно использовать узлы так, как вам нравится И в этом выпуске мы также сильно переработали веб-интерфейс И мы его внедрили Мы внедрили функцию, которая была очень востребована, а именно интерфейс с тремя столбцами Который поможет вам получить более четкий обзор узлов и найти то, что имеет для вас значение А еще мы добавили функцию интеллектуального выбора узлов Таким образом, как вы видели и в других частях, функция интеллектуального выбора поддерживается То же самое можно сказать и здесь в узлах Вы можете вставлять, например, видеоролики Вы можете просто искать видеоролики, вставлять их и воспроизводить непосредственно внутри вашего узла Это очень просто И это, конечно же, также работает в режиме разговора, электронной почты, коллективов и в любом другом приложении, поддерживающем интеллектуальный выбор И точно так же, как и в случае с коллективами, все узлы хранятся в открытом формате Это всего лишь простые текстовые файлы Так что вы можете просто легко синхронизировать их с коллегами или поделиться ими И да, это точно так же похоже на файлы Nextcloud Таким образом, они не заключены в какой-либо конкретный проприетарный формат И это действительно здорово Подводя итог, можно сказать, что это наш потрясающий новый опыт ведения заметок Он действительно легко синхронизируется со всеми вашими устройствами Вы можете использовать его на мобильных устройствах в качестве собственного приложения К тому же они и заблокированы Таким образом, ваши заметки не будут заблокированы ни в каком проприетарном формате И я использую приложение Next Я все время пользуюсь им сам Я действительно надеюсь, что вам это понравится так же сильно, как и мне А для дальнейшего улучшения ситуации, я хотел бы позвать на сцену мою коллегу Ния Спасибо вам, Ян Итак, как же ваша команда работает с Nextcloud? Всем нужна электронная почта по электронной почте И именно по этой причине Nextcloud поставляется со встроенным почтовым клиентом К тому же в нем есть все функции, необходимые почтовому веб-клиенту Так что давайте взглянем на него и узнаем, что нового появилось в почте Nextcloud В нашем последнем выпуске мы улучшили наше шифрование, добавив СМИМ Оно широко используется крупными организациями, особенно правительственными Оно поставляется в дополнение к шифрованию ГПГ, которое у нас уже есть в Майл Велопе Еще одна главная функция, которую мы добавили в почту Nextcloud, это склеивание папок С помощью этой функции вы можете редактировать разрешение на просмотр и изменение электронных писем Многие из вас, люди, знают об этом из Outlook и Exchange С помощью этого приложения вы можете настроить электронную почту, которой будут делиться члены вашей команды Или же кто-то может получить доступ к почтовому ящику коллеги Сейчас, например, существует сценарий, в котором вы участвуете в проекте открытых данных в вашем муниципалитете Или управляете разнообразием И программа обучения инклюзивному образованию Вам нужно одно место, где люди могли бы задавать все вопросы, а ваша команда могла бы на них ответить Так что теперь с помощью почты Nextcloud вы можете настроить почтовый ящик, с которым команда может иметь общую идентификационную информацию Или просто управлять им от имени руководителя проекта Когда вы работаете в службе поддержки или руководите информационным бюро, вам часто задают несколько вопросов, на которые можно получить один стандартный ответ И для этого мы включили в приложение так называемый текстовый шаблон Чтобы получить доступ к текстовому шаблону, вам понадобится программа SmartPicker Вы можете добавить сюда свои ответы в службу поддержки или просто ответить в нежелательной форме Наша следующая функция очень важна для тех, кто очень занят и хотел бы упорядочить свой почтовый ящик Теперь всего одним щелчком мыши вы можете отказаться от подписки на электронное письмо Но, конечно же, вы не захотите отказываться от рассылки новостей Nextcloud, подобной этой В которой мы делимся важной информацией о предстоящих событиях, таких как День предприятия, который проходит прямо сейчас А теперь, пока вы пишете важное электронное письмо и хотите заглянуть в некоторые информации Вы можете легко свести к минимуму список композиторов мужчин и вернуться к нему, как только закончите поиск необходимой вам важной информации Но когда ваша команда приступает к важному проекту, у вас всегда есть большой список задач, которые нужно выполнить Когда вы получаете приглашение на встречу в календаре, оно попадает в календарь Но что делать, если вы получите список задач по электронной почте? Для этого теперь вы можете преобразовать свое электронное письмо в задачу И все ваши задачи будут отображаться в Nextcloud Deck, нашем удобном инструменте управления проектами Kanban Вы можете редактировать доску в режиме реального времени с помощью расширенного текста, вспомогательных изображений и таблиц там, где это необходимо Вы можете это сделать И даже здесь вы можете воспользоваться функцией интеллектуального выбора Вы можете вставить ссылки на базу знаний или даже ссылки на комнату чата со всей необходимой информацией Это гарантирует, что вся информация, необходимая вам для выполнения определенной задачи, будет собрана в одном месте Таким образом, вы сможете справиться со своей задачей самостоятельно Вы сможете управлять своей электронной почтой А что делать, если у вас есть задание, к которому подведен важный крайний срок? И для этого вам понадобится календарь Nextcloud Это простой и мощный вариант составления календаря Давайте проверим, что новое появилось в календаре Nextcloud Таким образом, вы сможете увидеть, что все задачи, созданные вами в декабре, появятся в календаре, а также в приложении для задач Что даст вам возможность выбрать наиболее удобное для вас приложение в использовании И в то же время гарантирую, что вы не пропустите выполнение этих важных задач и соблюдение крайних сроков Итак, что же нового появилось в календаре Nextcloud? Вы можете обсудить свои встречи по электронной почте и самостоятельно добавить их в календарь Но с появлением этого выпуска другие пользователи также смогут записаться к вам на прием Для этого вам просто нужно настроить облачный календарь Space Index и поделиться ссылкой с другими пользователями, чтобы они могли записаться к вам на прием И, конечно же, вы также можете создать ссылку на чат-комнату непосредственно через календарь Ну и как же это здорово, правда? Давайте посмотрим, как другие пользователи могут зайти в ваш профиль и записаться на встречу с вами Таким образом, им просто нужно нажать на значок календаря и выбрать дату, на которую они хотят назначить встречу Выберите временные интервалы, в которые вы можете записаться, и тогда вы получите уведомление о назначенной встрече Конечно же, мы собираемся проверить ваш адрес электронной почты Компания NextCloud проверит этот адрес электронной почты перед тем, как записаться к вам на прием А также, если вы являетесь членом международной команды, мы упростили для вас отслеживание выходного дня ваших коллег Итак, благодаря календарю праздничных дней, теперь у нас есть все праздничные дни из разных стран в одном месте для вас Что позволяет вам легко записаться на встречу с этой очень интернациональной командой Теперь в рамках приложения «Контакты» мы упростили вам поиск ваших коллег, добавив адресную книгу, доступную для всего сервера NextCloud А теперь давайте посмотрим на групповое программное обеспечение NextCloud в действии Многие наши пользователи проводят много времени в приложении «Календарь» Или, по крайней мере, они используют его для управления своим временем В последнем выпуске мы добавили обработку вложений в приложение «Календарь», а также повысили производительность В этом выпуске мы обновили функцию встречи, которая позволяет другим пользователям назначать встречи с вами прямо в вашем календаре Вы можете установить некоторые условия, например, в какое время можно назначать встречи, на каком расстоянии друг от друга они должны находиться и так далее Новинка заключается в том, что вы можете позволить календарю создавать комнату для переговоров для каждой встречи и добавлять ее в приглашение Теперь вы также будете получать уведомления о новых назначенных встречах Если вы работаете в международной организации, то наверняка захотите узнать, когда у ваших коллег бывают банковские каникулы Чтобы облегчить вам эту задачу, теперь у нас есть возможность легко добавить календарь праздничных дней для конкретной страны Большое спасибо сообществу Mozilla TandaBiord за поддержку этих календарей Почта Nextcloud предоставляет вам доступ к вашим электронным письмам, где бы вы ни находились Это очень полноценный почтовый клиент с приятным простым в использовании интерфейсом и такими функциями, как автоответчик для отпуска, избранное, удобный поиск, зашифрованные письма и многое другое В нашем предыдущем выпуске была расширена существующая поддержка шифрования ГПГ Добавлены подписи SMIME и шифрование для более безопасной отправки электронной почты в корпоративная среда Вторая функция, которая необходима многим крупным организациям, это общие папки Они позволяют команде совместно управлять почтовым ящиком Мы также расширили возможности автоответчика Теперь вы можете сделать его более умным, отвечая на тему полученного вами письма И последнее, но не менее важное Мы внедрили в почтовую рассылку интеллектуальный инструмент выбора, позволяющий легко вставлять контент, такой как колоды карт, документация или карты А также вы можете вставлять текстовые шаблоны, которые особенно полезны при отправке почты Для пятого узла мы внесли еще несколько улучшений Во-первых, мы сделали возможным свести к минимуму присутствие мужчины-композитора во время написания электронного письма Мы также задокументировали, как вы можете сменить личность, что очень полезно, когда у вас есть общий почтовый ящик, например, в службе поддержки А не слишком ли много информационных бюллетеней вы тоже получаете? С помощью пятого центра вы можете отписаться от многих списков рассылки и информационных бюллетеней всего одним щелчком мыши Мы уже упоминали о новом дизайне приложения Контакты Мы также внедрили системную адресную книгу, которая позволяет легко находить контактную информацию ваших коллег без необходимости добавлять их и управлять их данными вручную Мы надеемся, что вам понравятся улучшения, внесенные нами в программное обеспечение для групповых программ И с нетерпением ждем ваших отзывов А теперь я хотела бы попросить моего коллегу Немишу выйти на сцену и подробнее рассказать о том, как работает ваша команда Так что давайте поговорим о следующем важном улучшении для NextCloud Hub 5 Все мы люди общительные и общительные На работе нам нравится общаться и общаться с нашими коллегами И я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что при удаленной работе создавать и поддерживать личные связи с людьми, с которыми мы работаем, может быть немного сложнее Именно поэтому мы и создаем социальную сеть NextCloud Это внутренняя социальная сеть, и она очень проста в использовании Вы можете следить за тем, что делают ваши коллеги, и видеть, чем они занимаются Может быть, они поделились статистическими данными со своего еженедельного вебинара, а может быть, дело в новом дизайне визитной карточки А также ваши коллеги могут следить за вами и выяснять, чем вы делились, прямо из вашего следующего облачного профиля В этом выпуске мы очень упростили возможность обратиться к любому из ваших коллег из любого места с помощью интеллектуального средства выбора Это очень просто Просто вставьте ссылку, и всего одним щелчком мыши вы сможете увидеть более подробную информацию об их профиле и даже потоки их социальной активности Конечно же, мы создали все это с использованием открытых стандартов Nest Cloud Social была полностью создана с использованием ActivityPub, а это значит, что при желании вы даже можете подключить ее к внешним сервисам, таким как Fodiverse А также заставить взаимодействовать с Mastodon Но, конечно же, это возможно только в том случае, если вы сами этого пожелаете Вы также можете полностью сохранить это в рамках своей организации И вот оно у вас получилось Социальная сеть NextLot — отличный инструмент для создания и поддержания социальных связей как внутри вашей организации, так и за ее пределами Мы надеемся, что вы получите удовольствие от ее использования А что касается следующего серьезного улучшения, вернемся к январю Следующее усовершенствование, о котором я хотел бы поговорить, это таблицы NextLot Таким образом, проблема заключается в том, что многие компании, разработчики программного обеспечения, вынуждают людей переходить в облако для получения большего доступа к поставщикам И большего контроля над вашими данными Сюда относится и Microsoft SharePoint Мы отказываемся от их решения OnPrem Так что огромное количество людей действительно обращаются к нам за подходящими альтернативами с действительно открытым исходным кодом и OnPrem Так что, поскольку перед нами NextLot, он действительно может охватить многое из того, что может сделать Microsoft SharePoint Таким образом, у нас есть, например, групповые папки, множество функций общего доступа и полнотекстового поиска А также действительно множество функций, которые охватывают все эти варианты использования И это уже фантастический инструмент для управления документами Но одной вещи действительно не хватало, а именно обработки структурированных данных В случае SharePoint эта задача, конечно же, решается с помощью списков Именно поэтому мы и создали приложение-таблицы Многие из вас уже пользуются им, и суть по тому, что мы слышали, оно им действительно нравится Оно действительно позволяет вам делать многие вещи структурированным образом Так, например, вы можете создавать самые разнообразные таблицы Вы можете создавать списки клиентов, а также создавать списки клиентов Вы можете использовать это приложение для внутренних процессов и многое другое В принципе, да, вашему воображению нет предела Таким образом, вы можете изменять и редактировать все, что угодно Вы можете добавлять столбцы и добавлять записи А также вы можете делиться таблицами и экспортировать их для работы с другими вашими инструментами Таким образом, вы можете работать не только внутри своей команды, но и внутри нее Вы также не ограничиваете таблицами со следующими слайдами Вы также можете работать с чем угодно другим, что вам нравится К тому же вы очень гибко подходите к методам ввода данных. Например, у вас есть поля даты, простое решение «да» или «нет» или полноформатное поле ввода текста. К тому же в новом выпуске мы добавили массу улучшений. Например, возможность одиночного и множественного выбора столбцов, сортировки, фильтрации и поиска, редактор расширенного текста для текстовых полей, а также возможность управления таблицами с помощью API. И еще одна вещь, которую мы добавили, — это собственный импорт. Таким образом, вы можете импортировать файлы формата CVXLs. И еще одна очень крутая вещь — это когда вы редактируете таблицу за пределами Nextwood. Так, например, если вы добавили новый столбец в Excel или в LibreOffice, программа автоматически распознает это и может добавить этот столбец в таблицу. Так что вам не нужно делать это вручную, а просто добавьте данные. Так что это очень круто. Поэтому, чтобы показать вам реальную мощь системы, я хотел бы показать вам несколько конкретных примеров, имеющихся у нас шаблонов. Итак, как вы видите, к нам прилагается множество полезных шаблонов, которые вы можете использовать и адаптировать. Итак, первый шаблон, который я хотел бы вам показать — это простой список участников. Например, вы можете использовать его для базы данных сотрудников, списка членов команды или очень простой системы управления взаимоотношениями с клиентами, которой вы можете поделиться со своей командой и легко управлять своими клиентами. Тогда следующий шаг — это отслеживание отпусков. Таким образом, ваши сотрудники могут отправлять заявки на отпуск здесь, а соответствующие руководители групп или отдел кадров могут управлять этим процессом. И для более личных вещей, таких как отслеживание состояния здоровья, например, таблицы, также являются отличным решением. Потому что вы можете поместить туда все свои личные данные, такие как данные о вашем здоровье, которые, возможно, являются вашими самыми личными вещами. И это действительно остается под вашим контролем. Так что вы действительно можете доверить ему свои личные данные и не беспокоиться о том, что эти крупные компании контролируют их. Так что на данный момент мы выполняем несколько проектов с большим количеством клиентов по переносу их из SharePoint в таблицы, и в основном это касается государственного сектора. А с тех пор, как появились таблицы Nexlo, появилась компания Nexlo. Компания Hub может легко управлять большинством вариантов использования Microsoft SharePoint. Мы рады сообщить, что вы можете просто связаться с нами. И наши команды и партнеры помогут вам перейти на другой сайт. А что касается следующего улучшения, то да, я хотел бы поприветствовать Майкла Микса, генерального менеджера отдела повышения производительности совместной работы. Большое вам спасибо, Ян. Так что здесь можно увидеть несколько замечательных вещей, в том числе добавление новых таблиц, и я думаю, что это просто фантастика. Но, конечно же, там уже есть триллионы документов, и нам нужно перенести их в следующий пятый облачный центр и дать людям возможность контролировать свои документы. Верните им их цифровой суверенитет и позвольте им совместно работать над этими документами в режиме реального времени. Совершенно очевидно, что у нас здесь есть средства обработки текстов и замечательные возможности редактирования документов, с помощью которых можно делать отличные вещи, и все это действительно прекрасно работает. Но я думаю, что очень важно также сделать так, чтобы все это выглядело красиво. Так что мы потратили много времени на то, чтобы сделать так, чтобы это действительно хорошо вписывалось в интерьер и придавало ему знакомый целостный вид, так что он действительно ощущается как часть набора. А также поддержка темного режима для тех, кому действительно нужен другой контрастный вид. Или может быть просто те, кто лжет лежа ночью в постели, они хотят быть внимательными к своему супругу или супруге. Мы также, конечно же, поддерживаем электронные таблицы, помещая их в ваши файлы XLX, файлы OTS и всевозможные другие электронные таблицы. Так что вы можете совместно работать над ними и получать свои финансовые отчеты. Это просто великолепно. Конечно же, это подходит и для презентаций, так что вы можете представить свои слайды и сделать их красивыми, а также много поработать над их совместимостью. Розыгрыш, возможно, не является той известной компанией, какой она должна быть. Таким образом, вы можете поместить свои диаграммы Visual в файлы Microsoft Publish, а в некоторых случаях даже в файлы Microsoft Publish нарисовать маленькие-маленькие диаграммы, скопировать и вставить их в пакет и использовать в других местах. Совместимость, безусловно, имеет жизненно важное значение, и в документах кодируется большое количество метрик шрифта, точных размеров и пробелов шрифтов. Таким образом, чтобы люди на самом деле никогда их не видели. И поэтому, чтобы значительно улучшить взаимодействие и совместимость, мы включили простые способы не только управления этими шрифтами, но и просмотра их миниатюр прямо в NextFlatHub 5, чтобы вы могли перетаскивать, перемещать и добавлять эти шрифты, чтобы ваши документы выглядели красиво. Я думаю, что мы уже говорили о водяных знаках, еще одной важной функции для обеспечения того, чтобы ваши документы оставались в пятом центре. Вы можете поделиться ссылкой с кем-то еще, и они могут сотрудничать, и они могут редактировать и, возможно, исправлять, но они не могут получить фактический документ, пока он не станет идеальным. Таким образом, вы можете увидеть, как это работает с водяным знаком. Еще одна ключевая вещь заключается в том, что если вы находитесь в затруднительном положении, и кто-то до сих пор не появился, абсолютно жизненно важно, чтобы вы могли дать ему много работы и побудить его прийти в следующий раз. Так что упоминание об этом — отличный способ сделать это с помощью комментариев. Просто начните быстро вводить текст, выберите пользователя в системе Bing. Они получат уведомление, которое вернет их обратно в этот документ, точно так же, как в разделе NextCloud Talk и других частях следующего облачного пакета. Это очень и очень мощное приложение. Еще одной ключевой особенностью пятого хаба является интеграция с Zotero, так что мы можем приводить цитаты из него. И это действительно прекрасная интеграция. Вам не нужно приложение на Java. Оно просто работает из коробки. Оно взаимодействует с облачным сервисом Zotero, так что вы можете делиться цитатами со своей группой. А может быть у вас есть исследовательская группа в каком-нибудь университете. Кроме того, есть много вещей, на которые вы обычно ссылаетесь, когда расширяете знания о мире на основе существующих знаний. И, конечно же, это полезно и для студентов, чтобы убедиться, что они не претендуют на получение кредита ложно. А также для юристов и государственных чиновников, разрабатывающих законодательство. Для этого есть множество применений. Еще одна ключевая вещь здесь, конечно же, заключается в умном подборе персонала. А можно ли было бы вести переговоры на уровне хаба без штекера SmartPic? Таким образом, мы прекрасно интегрируем богатый контент в следующий облачный офис Калабра Онлайн, который является следующим облачным офисом. И точно так же, как в случае с почтой, коллективами, разговорами, заметками и всеми этими другими компонентами. У вас есть такая же богатая функциональность, обеспечивающая такую мощь, и все эти захватывающие плагины, которые входят в этот умный набор инструментов выбора. Так вот, здесь есть несколько действительно крутых вещей, которые связывают людей между собой и показывают эти замечательные предварительные просмотры людей. И я думаю, что по мере того, как мы все чаще и чаще связываем документы, становится действительно важно смотреть на эти ссылки. И мне немного неприятно переходить по каждой ссылке в вашем документе, чтобы убедиться, что она хорошая. Так разве не здорово, если вы просто наведете на нее курсор мыши и увидите миниатюру? Это правильная ссылка. Она ведет туда, куда мы хотим, и тогда вам не придется переходить по ней, чтобы проверить это. Так что просто посмотрите, как документы лучше и быстрее соединяются друг с другом в этом мире хаба номер пять, и не просто связываются, а глубоко увязываются внутри документов. Так что я думаю, что это действительно уникальная функция, которую вы можете затем связать непосредственно, скажем, с диаграммой, заголовком или конкретным фрагментом. Потенциально, это может быть документ с богатым наследием. И вы можете просмотреть этот раздел и перейти непосредственно по ссылке именно на тот конкретный заголовок или фрагмент, который вы хотите кому-то выделить. Еще одна ключевая вещь, которую мы делаем, это упрощение навигации по этим большим документам. Поэтому мы добавили эту боковую панель сбоку, которая значительно облегчает просмотр структуры документов, и позволяет доступным пользователям просматривать большие и сложные документы и быстро перемещаться по ним. Я полагаю, что еще одним ключевым моментом, или, возможно, самым важным и последним ключевым моментом здесь является совместимость. Мы здесь работаем на удивление усердно. А еще у нас есть одна головоломка, над которой мы работаем уже несколько десятилетий, и я не знаю, любите ли вы пазлы. Я просто обожаю их. Но последние несколько кусочков как раз укладываются сюда, и все становится намного лучше. У нас так много новых функций. Итак, многостраничные плавающие рамки, градиенты с несколькими остановками, сводные таблицы данных. Здесь просто так много всего делается для того, чтобы сделать все по-настоящему красивым. Так что если у вас в прошлом возникали проблемы, если вы один из немногих редких людей, пожалуйста, попробуйте сделать это еще раз. И ознакомьтесь с некоторыми новыми функциями в этой области. Одна из вещей, на которые я хотел бы обратить особое внимание, это технологии LibreOffice, на которой мы основываемся, и потрясающее сообщество, созданное вокруг нее. Благодаря им у нас появилось несколько отличных шаблонов, которые мы сейчас отправляем по умолчанию в этом новом выпуске. И особенно спасибо индонезийскому сообществу, которое проделало здесь огромную работу, предоставив новые красивые шаблоны слайдов для ваших праздничных снимков. Вы можете сделать это очень красиво. Ваша следующая презентация будет просто потрясающей. Мы закончили работу над пятым центром. И, конечно же, напишем только эти ключевые документы, приглашение на вечеринку по случаю вашего дня рождения и так далее. Поэтому, прежде чем я закончу, я действительно хотел бы просто сказать, какое удовольствие мне доставляет работать с Nextcloud. Мы очень любим нашу команду. Нам очень нравится работать вместе. И я думаю, что в сетевом эффекте добавления этого умного средства выбора просто огромная ценность. Чтобы оно прекрасно работало, как мы являемся частью офиса Nextcloud и сотрудничаем вместе, чтобы создать удивительно богатый и совместимый опыт, позволяющий объединить людей и их документы в единый облачный центр Nextcloud Hub 5 с цифровым управлением. Так что большое вам спасибо. И на этом я хочу представить вам моего друга, обладателя вашего портфолио. Я обращаюсь к вам, Джоз. Большое вам спасибо, Майкл. Большое вам спасибо. Так что в целях окончательного улучшения я хотел бы обратить свое внимание на приложения, находящиеся в центре следующего слайда и вокруг него. Так вот, центр следующего слайда — это мощная платформа для приложений. Кроме того, существует множество доступных интеграций с приложениями и инструментами сторонних производителей. Поэтому я хотел бы немного рассказать о тех из них, которые мы недавно представили, а затем немного рассказать о некоторых новых. Так вот, недавно мы внедрили интеграцию с Miro, которая является наиболее часто используемым и популярным инструментом для создания досок на рынке. А также мы внедрили интеграцию с Colorboard, потому что Miro — это онлайн-сервис, и многие наши пользователи и клиенты, конечно же, очень заботятся о том, чтобы иметь данные напрям. Таким образом, цветная доска может работать локально, а также интегрирована в облако Nextcloud, что позволяет легко создавать новые доски, переходить к ним, изменять их и так далее. Теперь мы также интегрировались с решением Bluepoint Groupware, а также с XWiki, которая является открытым исходным кодом, и локальная Вики-страница, в которой теперь есть действительно очень хорошая интеграция с Nextcloud. Вы действительно можете искать свои Вики-файлы внутри Nextcloud, просматривать их там и редактировать их там. Интеграция очень приятная. Теперь самое главное — это приложение для чата, а также интеграция с Nextcloud Now. Мы предоставляем возможность обмениваться файлами непосредственно из файлов Nextcloud в считанные секунды. Комната для общения с мышью. Кроме того, мы сотрудничали с нашими друзьями из сообщества открытых проектов. И там же мы разработали действительно приятную интеграцию. Недавно мы действительно усовершенствовали ее еще больше, позволив пользователям действительно удобно соединять данные, относящиеся к их проектам, между следующим слайдом и открытыми проектами. Таким образом, открытые проекты позволяют вам в основном выбирать файлы из Nextcloud и подключать их к проекту или загружать их. А затем они сохраняются в Nextcloud с помощью отношения к тому, чтобы проект стал видимым. Вы можете найти проекты, просмотреть их можно прямо в Nextcloud. Так что интеграция здесь очень приятная. А теперь мы внедрили новую интеграцию, интеграцию с популярным приложением для дизайна и ведения заметок концепт. Теперь интеграция с концепцией позволяет очень просто поделиться ссылкой на страницу концепции или базу данных понятий с другими людьми с помощью интеллектуального средства выбора. Таким образом, вы можете делать это везде — в центре Exit Hub, в режиме разговора, в офисе, в программном обеспечении для групповых программ, в файлах. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это найти их с помощью универсального поиска в правом верхнем углу. Таким образом, с его помощью очень легко найти страницы с вашими идеями и заметки. Вторая вещь, над которой мы работали для интеграции, — это интеграция GPT-Zero. В настоящее время GPT-Zero — это сервис, предназначенный для решения некоторых проблем, связанных с искусственным интеллектом и, в частности, рисков дезинформации и мошенничества. Так что подумайте о студентах, которые пишут эссе или поддельную новостную статью, написанную с помощью JetGPT. Вам бы хотелось идентифицировать их, а затем иметь возможность сказать, «Хорошо, это не круто». Может быть, вы не поверите статье в фейковых новостях. Или, как учитель, конечно же, ученик не выполнил свою работу, не так ли? Таким образом, при нулевом ВВП вы можете, в принципе, отсканировать файл. А затем служба GPT-Zero проверяет, есть ли в документе признаки того, что он был сгенерирован искусственным интеллектом. Это дает определенную вероятность, но, конечно, даже в этом случае мы должны понимать, что это часть гонки вооружений между генераторами искусственного интеллекта, которые постарайтесь обмануть детекторы и звучать как можно более по-человечески. А с другой стороны, у вас, конечно же, есть такие инструменты обнаружения, как GPT-Zero, которые пытаются как можно точнее отделить тексты, сгенерированные искусственным интеллектом, от текстов, сгенерированных нечеловеком. Таким образом, вы не можете воспринимать эти вероятности как единственную истину. Вам нужно обратить на это особое внимание. Иногда при этом можно ошибочно отождествить тексты, созданные человеком, с текстами, созданными искусственным интеллектом, и наоборот. Так что вам следует быть осторожным. Но все же мы считаем важным шагом то, что эти инструменты стали доступны, и именно поэтому мы интегрировали GPT-Zero. В настоящее время существуют также возможности интеграции в крупные внешние проекты. Существует, например, облако зданий, ведущие решения для школ в Германии. Существует Moodle, крупнейший инструмент управления обучением с открытым исходным кодом, а также Phoenix, который является финансируемым государством проектом по обеспечению цифрового суверенитета правительства Германии. Таким образом, они интегрируют в себя Nextload и другие инструменты, чтобы предоставить пользователям этих проектов хороший опыт. На данный момент в нашем магазине приложения уже доступно более 300 приложений интеграций. И хотя о некоторых из них я только что упомянул, мы также думаем о том, как развиваться дальше и получать больше приложений интеграций. Так вот, мы сделали для этого кучу вещей, и одна из них — поработать над хорошими учебными пособиями для сторонних разработчиков, чтобы они как можно быстрее набирайте скорость и снижайте барьеры для разработки нового приложения или интеграции с Nextload. Еще одна вещь, которую мы сделали, заключается в том, что мы работаем над улучшением API открытых служб совместной работы. Это приложение разработано как открытый API для платформ совместной работы с контентом, таких как Nextload. А в начале этого года мы объявили, что сделаем возможную разработку приложений для Nextload на других языках, а также выпустим наборы для разработки программного обеспечения, которые облегчат эту задачу. А также, конечно же, мы обещали поработать над документацией. Теперь в этом выпуске мы рады сообщить, что сделали возможным ознакомиться с документацией и задокументировали ее с использованием стандарта OpenAPI. Это упрощает разработку ваших приложений и подключение к Nextload с помощью этого стандарта. Как вы можете видеть, у нас есть хороший пример кода, а также всевозможные подробные сведения о вызовах API. Но мы вышли за рамки веб-сайта с документацией. Мы разработали приложение для просмотра AxeViewer. Это приложение в Nextload, которое непосредственно там не только показывает вам документацию, но и фактически позволяет выполнить вызов API на основе примера, который вы приводите в деталях, вы запускаете, звоните, вы можете увидеть результат. И таким образом вы сможете протестировать вызовы API. А затем, конечно же, используйте полученные результаты для интеграции в свое приложение. Так вот, именно эту работу мы проделали для разработчиков. Но есть еще одна интересная вещь, о которой стоит поговорить. Мы запускаем четыре набора для разработки программного обеспечения, которые позволяют разрабатывать для Nextload с использованием Python Rust типа Script и Go, действительно снижая барьер для интеграции вашего существующего приложения с Nextload или создать инструмент непосредственно для работы с Nextload. Таким образом, в совокупности все эти инструменты действительно должны снизить этот барьер, и мы действительно с нетерпением ждем появления всех приложений, которые наше сообщество будет разрабатывать в ближайшие месяцы. А теперь мне нужно поговорить еще об одной важной теме, связанной с интероперабельностью. Интероперабельность — это, конечно же, наш ключ к преодолению барьеров между использованием Nexer в самых разных контекстах. Многие организации используют целый ряд различных инструментов и платформ, в том числе Nexlo Hub. А также многие наши клиенты пользуются продуктами Microsoft. Сейчас, чтобы помочь этим организациям, мы предлагаем различные варианты интеграции с Nextload совместно с нашим партнером Sendent. И наиболее известной из них, вероятно, является интеграция с Outlook, которая также пользуется большой любовью и признательностью. Мы знаем, что многие наши пользователи и заказчики пользуются именно этой интеграцией. Итак, вы знаете ситуацию. Вам нужно отправить клиенту или партнеру действительно большие данные, возможно, планы инфраструктурного проекта, большой набор исследовательских данных или маркетинговую кампанию. А ведь эти файлы действительно очень большие. Вы не можете просто прикрепить их к файлу. Теперь настройка Outlook может автоматически определить эту ситуацию. Она загрузит файлы в ваш собственный сервис Nextload, а затем вставит ссылку в электронное письмо, чтобы при отправке письма люди могли просто нажать на ссылку и затем загрузить файлы оттуда. К тому же все ограничения по размерам полностью сняты. Теперь, конечно же, вы также можете напрямую выбрать файл из вашего следующего слайда и вставить его в качестве ссылки в электронное письмо. Но есть и еще одна возможность интеграции, которая предоставляется благодаря настройке Outlook, а именно интеграция с программой ТОК. Когда вы создаете встречу в календаре, одним щелчком мыши вы также можете создать комнату для переговоров, чтобы другие люди могли легко присоединиться к вам в разговоре с помощью функции Nextlook. Сейчас компания Sendent серьезно переработала рекламное объявление и построила его на основе новейших технологий Microsoft. И в этом есть целый ряд преимуществ. Во-первых, оно обеспечивает поддержку MacOS, а также веб-интерфейса Microsoft Outlook, что позволяет использовать его на всех важных платформах, в этом нуждаются многие наши клиенты, нуждающиеся в поддержке. В новом приложении Odden также по-прежнему поддерживается функция защищенной почты. Так что эта функция может быть вам знакома, если вы работаете в банке или взаимодействовали с правительственной организацией, и они отправляли вам конфиденциальную информацию. Вместо того, чтобы просто загружать вложения, она также загружает само содержимое электронной почты в Nextcloud. Так что при вы получаете электронное письмо, отправленное с помощью функции защищенной почты, в нем просто есть ссылка и пароль для этой ссылки, если он установлен. А затем вам необходимо получить доступ к содержимому электронного письма, а также к вложению, разумеется, по ссылке. Таким образом, данные пользователя — конфиденциальные данные, которые вы отправляете ему по электронной почте. Не передаются поставщику электронной почты, которым пользуется пользователь. Что это может быть частный поставщик услуг электронной почты, такой как Gmail, Hotmile или что-то в этом роде? Таким образом, таким образом, данные будут храниться на Nextcloud в определенном смысле в безопасности. А также они могут использовать гостевые учетные записи таким образом, чтобы пользователь просто получал уведомления и ссылку. А затем должен был войти в систему, прежде чем он сможет просмотреть электронное письмо и загрузить вложения. Так вот, интеграция Outlook, конечно же, требует еще большего внимания. Именно поэтому ранее мы представили соединитель Microsoft Exchange Connector. С его помощью синхронизируются календари Nextcloud и Outlook. Таким образом, пользователям очень легко редактировать календарь и календарь Nextcloud, а затем просматривать изменения в Outlook и наоборот. Что делает использование этих приложений гораздо более плавным? Это приносит гораздо больше пользы. Это также работает с календарем и контактами. Таким образом, ваши контакты будут синхронизированы между вашим следующим облаком и вашим Outlook, так что у вас будет один и тот же доступ к обоим приложениям. Таким образом, окончательный выпуск следующего выпуска Cloud Exchange Connect запланирован на конец этого года, и вы все еще можете записаться на бета-тестирование. Теперь третья и последняя интеграция, которая будет реализована для Outlook, для Microsoft, на самом деле является интеграцией Microsoft Teams. Таким образом, эта интеграция позволит легко обмениваться файлами в командном чате прямо со следующего слайда. Вы можете просто выбрать файлы, установить пароль, дату истечения срока действия, если хотите. А затем ссылка будет вставлена непосредственно с хорошим предварительным просмотром в диалог команд. Мы приглашаем вас присоединиться к нашим бета-тестовым программам. Вы можете узнать больше об этих интеграционных приложениях в нашем блоге. Но, конечно же, на серверной части Nextcloud также имеется множество возможностей интеграции со средой Microsoft. Например, у вас может быть общее хранилище между сетевым диском Windows, SharePoint и Nextcloud, а также общий доступ к каталогу пользователей с помощью Active Directory. А также для редактирования документов вы можете напрямую использовать сервер Microsoft Office Online Server. Таким образом, благодаря всем этим различным и улучшенным интеграциям, мы думаем, что наши клиенты получат отличный опыт работы между новой файловой системой и средой Microsoft. И мы с нетерпением ждем ваших отзывов по всем этим вопросам. А теперь, в следующий раз, я хотел бы еще раз попросить Фрэнка вернуться на сцену. Большое вам спасибо за это. Вау, здесь так много улучшений. Это такая длинная презентация. Я думаю, что сейчас мы приближаемся к двум часам работы. Но в последней версии у нас появилось так много замечательных улучшений. Так что просто умопомрачительно, насколько продуктивным было следующее сообщество. И, конечно же, так оно и есть. Итак, в самом начале этого выпуска я сказал вам, что у нас впервые появилась тема, которая действительно объединяет все функции воедино. И это, конечно же, как я уже сказал, цифровое рабочее пространство. И я думаю, что вы действительно можете увидеть по всем тем различным элементам, которые у нас здесь были, как все это сочетается в один очень хороший интегрированный пакет для совместной работы. У вас есть интеллектуальный инструмент выбора, который связывает все воедино. Вы можете переходить по ссылкам с одного ресурса на другой. У нас есть виджеты для их отображения. У нас есть встроенный поиск, интегрированные уведомления и так далее, и так далее. Так что это действительно очень хороший интегрированный пакет для совместной работы, который, на мой взгляд, очень-очень полезен и очень впечатляет. Но, конечно, часто люди приходят к нам и говорят, «Хорошо, это здорово, но я также хочу использовать только части следующего облака». Может быть, я хочу использовать только часть видеоконференц-связи в чате, или только часть группового программного обеспечения, или только часть обмена файлами, или и многое другое. А может быть, я хочу расширить эту функцию с помощью других решений. Может быть, вы хотите интегрировать другой почтовый клиент в Nextcloud, или другой чат в Nextcloud и так далее. И я действительно рад сообщить, что все, что мы вам показали, все компоненты — это плагины, которые мы называем приложениями. Все это компоненты, которые вы можете включать и выключать по отдельности. Так что Nextcloud — это не одна монолитная вещь, а действительно составная часть разных вещей. И вы действительно можете включать и выключать те из них, которые вам нужны. А также вы можете добавить интеграции, о которых мы только что слышали от вас, для интеграции в другие решения. Вы действительно можете использовать свой пакет для совместной работы так, как вам хочется. Я думаю, что это очень-очень мощная и полезная концепция. Итак, в самом начале я сказал вам, что у нас есть 10 областей, в которых можно добиться 10 серьезных улучшений. Так это или нет. Но, конечно, это не совсем так, потому что на самом деле у нас есть одна особая область в конце 11-м месте. И это очевидно, очень актуальная тема интеллекта в области искусственного интеллекта на данный момент. Так что есть кое-что такое, о чем действительно пишут в прессе и повсюду в интернете. И это действительно та тема, которую мы тоже хотим затронуть здесь. Поэтому я считаю, что такие технологии, как Nextcloud, призваны облегчить нашу жизнь, снять умственную нагрузку, автоматизировать скучные задачи и просто сделать нашу жизнь в нашем мире лучше. И, конечно же, искусственный интеллект и машинное обучение обладают огромным потенциалом для достижения именно этой цели. Проблема здесь в том, что у искусственного интеллекта есть и своего рода темная сторона. Мы все читаем подобные негативные истории о подобных предубеждениях в этих моделях машинного обучения, или иногда у вас возникает ощущение, что неясно, каковы выбросы КО-2, каково потребление энергии и так далее, есть какие-то проблемы с конфиденциальностью и так далее. И это действительно поставило нас в несколько иную сложную ситуацию. Потому что, с одной стороны, мы хотим предоставить всем вам все новые интересные функции, которые позволят вам быть продуктивными и автоматизировать скучные вещи. С другой стороны, мы можем по-настоящему просто так игнорировать эти проблемы. И еще потому, что, как я показал в самом начале, далее мы действительно считаем себя этичной организацией с определенными ценностями, которым хотим следовать. Так что же же мы можем там сделать? Как же мы можем предоставить вам хорошие материалы, по сути дела, без плохих материалов? И вот это после долгих обсуждений привело к появлению инициативы Nextcloud по этическому искусственному интеллекту. Таким образом, это структура, которую мы обсуждали и используем внутри компании для оценки нашей собственной деятельности в области машинного обучения. А также для оценки других вещей, которые мы интегрируем в Nextcloud. Таким образом, они могут быть уверены, что у нас есть хорошие стороны искусственного интеллекта без плохих сторон. Конечно же, вы можете задать вопрос, что такое этичный искусственный интеллект, не так ли? Это просто красивый термин, но что он означает на самом деле? Это, конечно же, хороший вопрос. Так что после того, как мы действительно обсудили это с большим количеством экспертов, как я уже сказал, внутренних и внешних, мы в основном выделили несколько ключевых областей потенциальных проблем искусственного интеллекта. Первая из них — это вопрос, связанный с дискриминацией. Существует ли предвзятость в модели машинного обучения? Действительно ли там присутствует какая-то дискриминация? Я не знаю, какая это дискриминация. Или же она действительно полностью нейтральна? А что же в результате этого получается? Вот в чем действительно заключается вопрос. И похоже, что ответ обычно не бывает ни да, ни нет. Ответ на этот вопрос звучит примерно так. Мы не знаем. У нас есть проблема. Вторая область — это, конечно же, изменение климата и воздействие углекислого газа на окружающую среду. Итак, сколько же энергии действительно требуется этим огромным фермам кластеров графических процессоров для обучения всех этих моделей? Каков же объем занимаемой площади? А при наличии всех этих облачных сервисов, большинства из которых мы даже не подозреваем об этом, не так ли? На самом деле эта информация не разглашается. Мы не знаем, сколько энергии потребляет ЛГБТ, например, это просто непонятно. Следующая область потенциальных проблем — это целая область, связанная с безопасностью и неприкосновенностью частной жизни. Так можем ли мы использовать все эти функциональные возможности сервисов, эти мощные функции, и при этом сохранять нашу конфиденциальность и нашу безопасность? Это очень, очень хороший вопрос. И последний вопрос, конечно же, заключается в том, находится ли все это в свободном доступе. А все ли это бесплатно? Не так ли? Или же мы переходим к какой-то модели фремием, когда в какой-то момент нам не нужно было платить за расширенные функции? И я имею в виду, что для Nextcloud действительно важно, чтобы все эти мощные инструменты были в свободном доступе для всех желающих. Так что это, конечно же, открытый вопрос, касающийся искусственного интеллекта. Поэтому мы решили, что хотим измерить этическую оценку искусственного интеллекта, которую мы разработали в соответствии с тремя требованиями. Первые требования — это открытый исходный код. Мы считаем, что весь исходный код должен быть с открытым исходным кодом, и это исходный код, который используется для обучения модели. А также исходный код — вот и привыкли использовать эту модель. А почему это так важно для вас? Потому что только в том случае, если у вас есть программное обеспечение, исходный код, если вы действительно можете заглянуть внутрь коробки, тогда вы сможете увидеть, насколько все это эффективно. А если нет, то вы можете улучшить его. На самом деле это невозможно, если вы просто повторно используете сервис через интернет и на самом деле не знаете, что происходит. Так что открытый исходный код — это ключ к прозрачности в данном случае. Вторые требования заключаются в том, чтобы модель машинного обучения была в свободном доступе. Почему это так важно? Потому что тогда вы сможете взять ее и установить локально там, где захотите. А затем она будет работать локально, и никакие данные не будут отправлены куда-либо еще. Так что наличие локальной, свободно доступной модели машинного обучения действительно важно. И последнее, но не менее важное. Данные обучения также должны быть в свободном доступе, потому что только в этом случае становится понятным, как на самом деле была обучена эта модель. Потому что если есть предвзятость, если есть какая-то дискриминация, какой-то плохой контент в модели обучения, тогда вся модель также не будет работать. Очень хорошо. И к тому же у нас здесь есть прозрачность. Мы должны иметь возможность проверять, проверять данные об обучении. И если она открыта, и мы обнаружим проблему, то сможем ее устранить. И еще раз повторяю, это необходимо для обеспечения прозрачности. Итак, то, что мы разработали сейчас, это система светофоров, не так ли? У нас есть следующие цвета, зеленый, желтый, оранжевый и красный. И они в основном связаны с тремя требованиями, в зависимости от того, выполнены ли все три требования, выполнены ли два, выполнено ли одно, или не одно из них. Исполнилось. Хорошо, таким образом, мы в основном стремимся оценивать все виды деятельности, которые мы выполняем внутри компании, а также всех наших партнеров и другие услуги. Мы работаем вместе с соответствующими системами светофоров, и все они доступны пользователю, так что пользователь действительно может решить, какой плагин включать и выключать. Просто чтобы внести ясность, все эти функции искусственного интеллекта являются необязательными, не так ли? Вы действительно можете включать и выключать их по своему усмотрению, и судить об этом в соответствии с этой системой светофоров. Это очень важно. Так что вы можете задаться вопросом. Хорошо, а почему Фрэнк так упорно настаивает на всех этих этических вопросах в вопросах конфиденциальности и открытом исходном коде? И это действительно такое большое дело. Ведь это всего лишь еще один сервис в интернете, не так ли? Если вы следите за прессой в последнее время, то действительно видите много дискуссий на эту тему. Я думаю, что все началось с компании Samsung. У них был случай, когда инженер из компании Samsung скопировал некоторые конфиденциальные данные в чат GT, а затем, очевидно, эти конфиденциальные данные просочились куда-то еще. И это привело к запрету чата GT в компании Samsung. И я думаю, что с тех пор он распространился на все большее и большее число компаний. Так вот, Apple также решила запретить чат GT по тем же причинам, что и в случае с JP Morgan или Goldman Sachs, Citibank и многими другими организациями. Все они были помощниками Барта по вопросам ЛГБТ и всего остального, потому что данные плавают вокруг, покидая организацию. Вы не знаете, что происходит, а в худшем случае это даже используется для дальнейшего обучения модели. Так что это тоже большая проблема. Поэтому мы, как компания Nextcloud, с самого начала стремимся предоставить решение с открытым исходным кодом, которое может быть установлено локально. Таким образом, никакие данные больше никуда не поступают. И это точно то же самое, чему мы следуем здесь, в области искусственного интеллекта. Поэтому мы считаем, что все, что есть в Nextcloud, должно оставаться в Nextcloud. Все должно, насколько это возможно, работать локально, что обеспечивает вам прозрачность и безопасность. Да, это именно то, что вам нужно. И это то же самое относится как к технологиям, не связанным с искусственным интеллектом, так и к технологиям искусственного интеллекта. Так что давайте рассмотрим наши функциональные возможности и посмотрим, как применяется эта рейтинговая система. Как у нас здесь обстоят дела? Давайте начнем с тех функций, которые уже существуют в течение некоторого времени. Так что вы, возможно, знаете, что в верхней части списка файлов находится список рекомендуемых файлов, основанный на поведении, которое вы совершали в прошлом. И это то, что является интеллектуальной функцией, которая, согласно нашему рейтингу, является полностью зеленой, потому что исходный код является открытым исходным кодом. Эти данные являются локальными, никакие данные больше никуда не поступают. Это действительно классная штука. И кстати, у нас есть аналогичные функции и в других областях, таких как обмен рекомендациями и так далее. Вторая функция — это обнаружение подозрительных входов в систему. Таким образом, поведение наших пользователей при входе в систему как бы отслеживается, и здесь обучается модель машинного обучения. И мы можем обнаруживать странные, необычные или подозрительные логины. Например, если кто-то входит в систему посреди ночи с IP-адреса с другого континента, то, возможно, что-то на самом деле не так. И тогда мы можем отправить предупреждение или запустить двухфакторную аутентификацию и так далее, и так далее. И это, конечно же, система, которую мы создали сами. У нее полностью открытый исходный код. Все данные остаются локальными. Никакие данные никуда не утекают. Это действительно здорово. Затем, в конце прошлого года, мы запустили наше новое приложение для фотографий. Оно включает в себя ряд очень интересных функций машинного обучения. Вот, к примеру, функция распознавания лиц. Таким образом, на ваших фотографиях различные фазы распознаются и классифицируются вместе. И в этом случае это становится очень простым и очень полезным занятием. Например, если у вас есть фотографии вашей семьи, вечеринки или чего-то еще, просто сгруппируйте их по лицам. И здесь мы снова используем модель машинного обучения, которая работает полностью локально, где данные обучения полностью прозрачны, исходный код открыт и так далее. Никакие данные больше нигде не плавают. Кстати, я думаю, что мы являемся одним из очень-очень немногих решений для управления фотографиями, которые могут сделать именно это, не выставляя все ваши личные фотографии на показ, я не знаю, половине мира. Следующая функция это, конечно же, распознавание объектов. Мы также можем обнаруживать на фотографиях всевозможные объекты, например, самолет, озеро, велосипед и так далее. И опять же при этом используется разработанная нами модель машинного обучения, которая работает полностью локально, никакие данные больше никуда не утекают. Это очень здорово и безопасно. Следующая функция это наши соответствующие ресурсы. Мы уже слышали об этом ранее. У нас есть этот сегмент на боковой панели, где мы показываем другие функции Nexla, связанные с тем, что вы смотрите в данный момент. Так что, возможно, вы находитесь на канале маркетингового чата, где есть маркетинговая папка и маркетинговый календарь, которые автоматически связаны между собой. Это очень полезная функция. И еще раз повторяю, это абсолютно этично, и никакие данные больше никуда не утекают. Это очень и очень мощная технология. И последний пример, который я хочу здесь привести, это, конечно же, наш приоритетный почтовый ящик. Так вот, в разделе почты у нас есть такой приоритетный почтовый ящик, где очень-очень важные письма специально помечаются и отображаются вверху. И еще раз повторяю, при этом используется машинное обучение, которое полностью работает на устройстве. Я также рад сообщить, что с появлением этого выпуска эта область была значительно улучшена, так что теперь она стала намного более интеллектуальной. Теперь в ней учитывается эта тема и многое другое. Так что эта очень хорошая модель машинного обучения действительно значительно усовершенствована. И, конечно же, она работает полностью на местном уровне. Никакие данные больше никуда не поступят. Опять же, я не уверен, существует ли какой-либо другой почтовый клиент, который может работать локально и который обладает этой очень мощной функцией. Но теперь давайте немного поговорим о более масштабных функциях искусственного интеллекта. А теперь я хочу остановиться на четырех конкретных функциях и рассказать о них немного подробнее. Первая из них, это, конечно же, генерация изображений. Генерация изображений это очень, очень полезная и мощная функция. Например, если вы находитесь в разгаре мозгового штурма по поводу какого-то художественного проекта, или я не знаю, вы просто хотите что-то визуализировать, то мы интегрировали это прямо в интеллектуальный инструмент выбора. Таким образом, в программе интеллектуального выбора вы можете просто сказать, например, здесь в чате, я хочу сгенерировать изображение. Вы получите вот такое диалоговое окно с подсказкой. Вы можете просто вести то, что вам нужно. У вас есть какой-нибудь браслет или что-то еще, что вы хотите визуализировать, и бум-бум, у вас есть сгенерированное изображение, которое сразу же отправляется в чат. И в других местах это работает точно так же. Очевидно, что это очень крутая и мощная функция, но она является дополнительной интеграцией в сервис генерации изображений Дали, который, конечно же, как вы, наверное, знаете, является красным сервисом в соответствии с нашим рейтингом. Это всего лишь сервис, размещенный в интернете. Никто не видит программного обеспечения, ни у кого нет доступа к модели, никто не видит обучающих данных. Мы действительно не знаем, что происходит на самом деле. Это всего лишь черный ящик. Вы можете отправить туда данные и получить что-то взамен, но в этом нет никакой прозрачности. Это очень полезно, но, конечно, для нас этого явно недостаточно. Вы действительно хотите иметь что-то получше, и именно поэтому мы также разработали альтернативу этому варианту. Таким образом, мы также интегрировали стабильную диффузию, а стабильная диффузия — это фактически система с открытым исходным кодом, которая может полностью работать локально. В ней есть модель, которая работает локально, а также данные обучения прозрачны. Так что вы можете просто легко сгенерировать фотографию, как здесь собаки в униформе звездного пути по какой-то причине. И при этом практически никакие данные не покидают ваш сервер. Так что это очень хорошее решение. И вы, возможно, сможете убедиться в этом с помощью нашей стратегии. Это действительно то, к чему мы хотим стремиться, например, к локальному и этичному искусственному интеллекту. И вот вам отличный пример этого. Давайте перейдем к следующей важной функции. А это, конечно же, переводы. Так что если вы работаете в международной глобальной организации, такой как NextLot, вам постоянно приходится переводить документы, тексты, контракты между разными местами, разными языками, разными странами. И поэтому перевод вещей очень и очень важен. И мы сделали это очень-очень просто в NextLot. Так что в любом месте вы можете просто пометить текст пометкой. Вы можете зайти в меню и сказать, я хочу это перевести. И тут бум. Вы получите вот этот диалог. Вы можете выбрать нужный язык. И да, он просто автоматически переводится. И с помощью одной кнопки он будет вставлен обратно в документ. Так что это очень мощная и очень-очень полезная программа. Мы интегрировали сюда систему обмена сообщениями, а также чат-ГТ. Так что совершенно очевидно, что и то, и другое являются красными сервисами. Они не являются прозрачными. Вы не знаете ни исходного кода, ни модели. В нем отсутствуют данные о торговых операциях. Это всего лишь черный ящик. Вы не знаете, что происходит на самом деле. Но, как я уже сказал, перевод текстов очень важен для нас и, я полагаю, для многих организаций. Я думаю, что многие компании и правительства просто размещают всю конфиденциальную информацию в сервисе Google Translate или Microsoft, я не знаю, даже не задумываясь об этом. Но я думаю, что перевод это то, что действительно имеет отношение к конфиденциальности и безопасности. Поэтому мы действительно хотим иметь что-то более совершенное. И еще я действительно рад, что в этом выпуске мы создали нашу собственную систему перевода. Таким образом, у нас есть наша собственная модель машинного обучения, которая может работать полностью локально, может отслеживать, переводить все виды текста друг на друга на разных языках, и никакие данные больше никуда не утекают. Вы действительно можете использовать это устройство для хранения конфиденциальных документов, и ничто по-настоящему не уйдет из вашей организации. Так что это действительно полностью экологичный, полностью этичный сервис искусственного интеллекта, который у нас есть. И я действительно думаю, что это очень большое дело. И именно поэтому мы так довольны этой технологией, что внедряем ее во все большее число мест. Например, вот здесь, в следующем разделе разговора, может быть вы общаетесь с кем-то на другом языке, и может быть не до конца понимаете некоторые предложения, я не знаю. Кроме того, в чат встроена система прямого перевода. Вы можете просто перейти к сообщению, сказать перевести, вы получите этот диалог, можете выбрать язык и перевести его, и никакие данные вообще не утекут в вашу систему. И по нашему мнению, это конкретная экологичная и этичная услуга искусственного интеллекта. Я думаю, что это действительно очень важное дело. Следующая тема, о которой я хочу поговорить, это диктовка под диктовку. Людям действительно очень нравится что-то диктовать. Например, диктовать электронное письмо, адрес электронной почты или просто что-то еще. Это просто очень удобно. И конечно же, большинство систем диктовки в мире, опять же, отправляют запись вашего голоса на какой-нибудь удаленный облачный сервер. Затем она каким-то образом анализируется, и текст отправляется обратно на тебя. И это, конечно же, не совсем круто и неприемлемо для нас. И вот еще что. Я также очень рад, что в этом выпуске у нас появилась наша собственная система диктовки, которая работает полностью локально на вашем компьютере. И опять же, это так просто сделать в любом месте, в чате или в документе, вы можете просто активировать интеллектуальный инструмент выбора. Вы хотите сказать, что хотите что-то перевести, а затем просто очень легко сгенерируете текст, не так ли? Вы просто диктуете здесь в диалоговом окне. В течение нескольких секунд, немного ждете, а затем бум, как вы видите, он вставляется обратно в документ. В данном случае по электронной почте. Так что это просто супер-супер просто, и каждый может это сделать. К тому же никакие данные не покидают ваш сервер. Повторяю еще раз, это очень и очень важно для нас. Так что нам действительно так нравится эта функция, что мы используем ее и в других местах. Но ведь это все еще желтая услуга, не так ли? Она уже не зеленая. Проблема в том, что в системе Vispore, которую мы используем, данные об обучении не являются прозрачными, но тем не менее они хранятся на вашем сервере. Так что это все равно огромное улучшение. Так что мы действительно очень сильно настаиваем на внедрении этой функции во множестве разных мест. А также мы интегрировали ее в другие области деятельности. Например, в программе NextLowTalk вы уже слышали об этом ранее. У нас есть очень красивая функция для записи записей. Так что всего одним щелчком мыши вы можете записать любое видеообращение, а затем получить видеозапись обратно, и мы интегрируем ее непосредственно сюда. Таким образом, сразу после этого звонка вы также получите очень красивую расшифровку записи, не так ли? Таким образом, у вас есть примерно текстовая расшифровка каждого звонка. Если вы хотите, чтобы она была очень красивой, вы можете просто отформатировать ее или выполнить поиск позже, сделать что-нибудь. Поделиться ею с вся группа должна делать все что угодно. И еще раз повторяю, я думаю, что мы единственные, кто может использовать такого рода функции полностью локально на вашем компьютере. Я не думаю, что существует какой-либо другой сервис, который может предоставлять такие расширенные функции, как стенограмма видеозвонка, без отправки ее в какой-либо облачный сервис на другом континенте. Так что это совершенно уникальный проект. Если вы действительно заботитесь о безопасности и конфиденциальности, то следующая загрузка это, пожалуй, единственный вариант для вас. Именно это и привело меня к четвертой и заключительной области, о которой я хочу поговорить. И это, конечно же, самая важная область, связанная с генерацией текстовых сообщений. Так что генерация текста, представляющая собой крупную языковую модель, безусловно, имеет большое значение. Вы все видели, что последнее поколение человечества может быть очень-очень важным. Итак, вот что мы сделали. Мы снова интегрировали опциональную интеграцию ЛГБТ-сообщества в систему интеллектуального выбора в разных местах Next. Вы можете, например, просто здесь, в документе, выбрать интеллектуальный выбор, и вы хотите иметь «Я не знаю шаблон контракта» и «Бум-бум». Он автоматически генерируется в офисе Next. Вы только что сгенерировали очень хороший первый черновик контракта прямо в офисе Next. Всего несколькими щелчками мыши. Это очень и очень удобно. Это работает и в других местах, например, здесь, по почте. Если вы хотите написать сюда электронное письмо, в данном случае приглашение на день рождения, вы на самом деле не знаете, как это сделать. Вы просто даете ему простую подсказку, нажимаете на кнопку и «Бум». Ваше письмо написано специально для вас. Очевидно, что это очень-очень полезно. И что мы можем сделать это с помощью интеграции чата с ББТ. И это, как вы знаете, работает, конечно же, везде, где есть умный инструмент выбора. Вот о чем мы поговорим в следующий раз. Если вы хотите написать сообщение в чате, вы действительно не знаете, как у вас нет фантазии, креативности в данный момент. Вы можете сделать это следующим образом, сгенерированный специально для вас, он автоматически заполняется там, и вы можете просто отправить его. Кроме того, это также полезно для получения немного более подробной информации и данных. Например, в разделе «Инструменты управления проектами» вы можете просто задать вопрос, если вам интересно, как должен выглядеть мой план проекта. У меня есть такая задача, мне нужен план проекта. Программа может автоматически сгенерировать для вас полный план проекта в колодик слот ДЭК. Это просто супер-супер полезно. Но, конечно же, вы сами знаете, что это бесплатная услуга. Таким образом, речь идет о чем-то таком, причем данные опять же отправляются куда-то в другое место, в данном случае для открытия искусственного интеллекта. Происходит нечто такое, чего вы не понимаете, и вы получаете эти данные обратно. Вы не знаете, какой код при этом выполняется. Вы не знаете данных об обучении, вы не знаете о следе второго человека, вы ничего не знаете. Это всего лишь услуга. И это, конечно же, недостаточно хорошо для нас на самом деле. Так что это своего рода вызов для нас, вернее, был вызовом для нас самих. И мы очень, очень усердно размышляли над этим вопросом. И вот несколько месяцев назад мы приступили к реализации инициативы, о которой я хочу объявить вам сегодня. Таким образом, мы находимся в процессе создания следующего помощника по загрузке грузов. Программа NextLot Assistant основана на большой языковой модели. Она может выполнять все те же функции, что и программа KET-GT. Она будет на 100% с открытым исходным кодом. Модель будет находиться в полностью свободном доступе. Данные об обучении будут полностью прозрачными, и в данный момент мы работаем над этим. Мы уже приступили к внутреннему тестированию. И эта информация будет опубликована позже в этом году в одном из следующих выпусков для всех желающих. И я еще раз повторяю, что в таком случае у нас есть очень хорошая этическая система, которая полностью работает на вашем сервере и полностью безопасна. Так что на этом мы завершаем нашу инициативу по этичному искусственному интеллекту. Подводя итог, можно сказать, что мы хотим использовать все эти интересные новые функции, но мы хотим сделать это хорошим способом, с открытым исходным кодом. Уважительным отношением к частной жизни, недискриминационным способом, с минимальным воздействием на окружающую среду и минимизацией воздействия на окружающую среду. Именно в этом и заключается наше обязательство и наша цель. Мы упорно работаем над этим и добиваемся действительно, действительно значительного прогресса. Так что в ближайшие несколько месяцев мы узнаем об этом гораздо больше. Итак, вот и все, что можно сказать об этом выпуске. Так что следующий пятый громкий хаб, это действительно самый крупный релиз, который у нас был на сегодняшний день. Я действительно потрясен до глубины души. С момента последнего релиза прошло всего несколько недель, но мы уже сделали гораздо больше крутых вещей. И я действительно впечатлен всеми идеями, продуктивностью и креативностью сообщества NextLoud. Таким образом, у нас здесь есть множество полезных функций. Позвольте мне немного подытожить то, что мы представили в этом следующем выпуске загрузки. Все начинается с концепции рабочего пространства. Итак, как я показал в самом начале, а затем вы показали это в разделе файлы, а другие коллеги показали это в других частях. Таким образом, это концепция, которая объединяет все воедино и создает очень-очень приятный и мощный набор инструментов для совместной работы. Кроме того, усовершенствование сквозного шифрования — это очень и очень большое достижение. Я считаю, что в данном случае у нас есть самая совершенная система шифрования на рынке. Поддержка SMAIM в дополнение к ГПГ в почте очень велика. Кроме того, у нас есть общие почтовые ящики, которые действительно меняют правила игры. И очень важны для многих компаний, использующих такого рода общие почтовые ящики в своих установках Exchange или Outlook. В таком случае у нас есть соединитель обмена данными и команд. И, конечно же, есть и другие соединители, соединяющие нас с миром Microsoft. Так что мы действительно можем установить с ними связь, играть вместе и получить интегрированное решение. Кроме того, у нас есть, конечно же, функция записи разговоров, очень крутая функция и суперинновационная функция транскрибирования полностью на вашем устройстве. Скоро появится клиент для настольных компьютеров TOC. Это очень приятно, очень приятно. Я думаю, что это запрос на функцию номер один, который мы получаем в режиме разговора, и мы очень рады, что мы добились этого прямо сейчас. У нас есть следующие облачные заметки для ведения заметок. Следующие облачные таблицы для структурированных данных очень и очень важны, если вы хотите отойти от SharePoint или других проприетарных сервисов. Вы хотите внедрить какие-то рабочие процессы или другие процессы в своей организации, очень и очень мощный инструмент. Открытые сервисы совместной работы стратегически очень важны для нас, потому что открытые API для других приложений, для наших разработчиков приложений, и для других поставщиков программного обеспечения очень важны. Так что действительно удваиваем усилия и получаем отличный API с отличной документацией, отличным примером кода, и отличными DEC для создания подобных очень безумно легко каким-то образом подключиться к Nextcloud. И, конечно же, последнее, но не менее важное, это вся инициатива по этичному искусственному интеллекту в целом. Я считаю, что это очень важно для того, чтобы мы давали возможность нашим пользователям быть сверхпродуктивными и хорошими, но при этом ответственно подходить к делу. Это отличный релиз. А теперь я хочу немного отступить назад и просто немного поразмышлять о том, откуда мы пришли и что именно этим мы здесь и занимаемся. Потому что, когда я много-много лет назад вместе с остальными членами сообщества начал создавать Nextcloud, главной мотивацией было курс по-прежнему таков, что мы хотим избежать антиутопии. Это антиутопия, в которой пять крупных компаний контролируют все данные и все коммуникации на планете. А еще потому, что именно в этом направлении все и происходит. У компании Nextcloud Hester есть цель и то, чего мы хотим достичь, создать альтернативную децентрализованную альтернативу с открытым исходным кодом этим крупным технологическим компаниям. И именно поэтому, именно поэтому я встаю каждое утро. Именно это и является главной мотивацией для создания Nextcloud. Что я нахожу очень интересным, так это то, что опасность того, что эти пять компаний класса B контролируют все данные, на самом деле усугубляется с помощью искусственного интеллекта. Потому что эта организация использует все полученные данные для обучения своих моделей машинного обучения, которые затем предоставляют нам бесплатное пользование. Очень приятно, спасибо вам. Таким образом мы контролируем не только данные, но и процесс принятия решений в целом. Как я вам уже показывал, они пишут за нас контракты, они пишут за нас сообщения по электронной почте. Именно они решают, что показывать и что нам рекомендовать. Так что сочетание монополии на эти хранилища данных, в сочетании с возможностями машинного обучения, это просто безумие, безумно опасное явление. Так что я могу только сказать, что лично я более чем когда-либо мотивирован к тому, чтобы действительно стать альтернативой этим компаниям. Для меня это действительно очень-очень важно. Поэтому я хочу немного представить нас здесь на бизнес-графике один на один, где у нас есть мощная интуитивно понятная ось со стороны X, а затем ось Y, по которой мы учитываем конфиденциальность, этичность и шкалу с открытым исходным кодом. А теперь я хочу показать вам, где находятся различные инструменты для совместной работы. Очевидно, что все мы знаем, что у крупных технологических компаний есть свои решения, которые примерно относятся к этой области. Они довольно мощные и очень интуитивно понятные в использовании. Конечно же, многим людям нравится ими пользоваться. К сожалению, они не очень хорошо разбираются в вопросах открытого исходного кода и этики. Они просто не очень-то заботятся о конфиденциальности информации. И совершенно очевидно, что ни один из них не имеет открытого исходного кода, что является проблемой. Самое приятное то, что существует несколько альтернатив с открытым исходным кодом. Здесь есть примерно такие же варианты, и они определенно более этичны, с открытым исходным кодом, конфиденциально безопасны и так далее. К сожалению, многие проекты с открытым исходным кодом не очень хороши в плане интуитивно понятного использования, мощного удобства использования и приятного дизайна. И в этом-то и заключается небольшая проблема. Вот что мы создаем под названием Nextcloud. Именно здесь мы и будем находиться в качестве Nextcloud. Мы будем более мощными и интуитивно понятными в использовании как крупные технологические компании. И в то же время будем более этичными, с открытым исходным кодом и конфиденциальностью в качестве альтернативы с открытым исходным кодом. Вам может показаться, что это довольно амбициозная задача, не так ли? Я действительно стараюсь быть лучше крупных технологов. Как же это возможно? Это возможно потому, что мы используем нашу сверхдержаву. А наша сверхдержава, которой мы обладаем, это наше сообщество. Потому что мы делаем это не в одиночку. Сообщество разработчиков с открытым исходным кодом прекрасно подходит для совместной работы, сотрудничества, обмена кодом, обмена идеями. И это действительно непреодолимая сила. Так что это действительно очень-очень хорошо. Итак, компания Nextcloud небольшая, но у нас работают тысячи, более двух тысяч волонтеров, которые просто вносят свой вклад в развитие одного только ядра Nextcloud. А кроме того, у нас есть переводчики, разработчики приложений и все остальные люди. Так что это действительно большое сообщество, и оно растет с каждым днем. И с помощью этого, с помощью этой сверхдержавы, мы верим, что сможем стать альтернативой этим крупным технологическим компаниям. Так что Nextcloud — отличный инструмент для домашних пользователей, для сектора образования, для государственных нужд, для нашего поставщика услуг, а также для компаний и организаций. Я действительно думаю, что Nextcloud — это идеальное решение для решения этой проблемы, и именно это мы и создаем. И пятый хаб Nextcloud — это следующий большой шаг в этом направлении. Большое вам спасибо.